Так, дорогие мои, тогда приступаем. Рабочая группа. Я для фонограммы, всё пишется, поэтому представляйте. Представляйтесь ещё раз. Два слова и какие-то предложения, которые я сразу хочу озвучить. Друзья, «Золотая маска», как вы знаете, была создана, задумана основателями премии. Ульянов, Урин, Виталий Павлов, вы в курсе дела, как премия театрального сообщества своим коллегам. Вы тоже в курсе. Но, тем не менее, ничего в принципе не изменилось. Всё остаётся так, как и было. Это по-прежнему наша премия, премия Союза театральных деятелей. За 20 с лишним лет «Маска» обрастала партнёрами, спонсорами, доброхотами. С 2008 года в число организаторов премии фестиваля вошло Министерство культуры. Но, повторяю, единственным учредителем и хозяином, если хотите, премии, остаётся фестиваль. Если хотите, премии и фестиваль, остаётся СТД. У нас есть исключительно компетенция. СТД. Перечень номинаций, например, за присуждение премии «За честь и достоинство», это мы оставляем за собой. Существует положение о премии и фестивале. Там прописаны определённые правила и процедуры. Кому-то они могут не нравиться, понимаю, но хочу повторить то, что я говорил уже много-много раз. Это наша премия, это наши правила. Кому не нравится, могут придумать и организовать свою премию и установить свои правила. Не возбраняется. И ещё хочу сказать, перед тем, как я перейду к конкретике, всё время, сколько существует «Золотая маска», её критикуют. Всё время, и я считаю, это нормально. У любого живого дела всегда есть сторонники, есть критики. Не тех назначили, не того отобрали, не тому дали, ну и так далее. Мы готовы критику услышать в наш адрес. Подчёркиваю, слушать, но не слушаться. Потому что всё-таки этот союз театральных деятелей родил эту маску. И маска имеет уже определённые звучания. И даже я бы сказал, в нашей стране это определённая и значимая театральная премия. Есть не лучшие и высшие. Мы проанализировали высказанные в последнее время предложения про развитие маски. Вы знаете, что на сайте были опубликованы, выходили на наш сайт, комментарии. Были разные предложения. Ну, во-первых, публикации в СМИ, в интернете, стенограммы и обсуждения в СТД, Министерстве культуры. И у вас есть справка, где мы сгруппировали эти предложения. Не удивляйтесь, там есть взаимоисключающие предложения. Ну, например, одни предлагают сократить число номинаций, другие увеличить. Но в целом все предложения сводятся к следующему. И я перехожу уже к конкретике. Необходимо обеспечить, первое, ясность и прозрачность при формировании экспертных советов и жюри премии. Необходимо обеспечить, ясность и прозрачность. Все прекрасно. Тут я согласен на все 100%. Обязательно. Сейчас в положении записано, что экспертные советы формируются дирекцией премии с учетом предложений, творческой комиссии профильных управлений, Минкультуры с учетом предложений. Я предлагаю записать иначе. Те, кто хотят, запишите сейчас на себя. Персональные составы экспертных советов и жюри премии утверждаются секретариатом Союза на основе предложений творческих комиссий СТД и Министерства культуры Российской Федерации. Персональные советы экспертных и жюри утверждаются секретариатом на основе предложений творческих комиссий. А принципы формирования, персональный состав, ротации и так далее мы можем подработать. Предложений поступило немало, но главное, что экспертный совет и жюри формируют СТД с участием Минкультуры, а дирекция работает с теми, кого утвердили организаторы премии. Про номинации тоже было много вопросов и дискуссий. Для меня ясно, что число номинаций зашкаливает. Надо сокращать. Но и отказываться от частных номинаций не хочется, поэтому я предлагаю обсудить мои предложения. Я прошу посмотреть на экран, если вы видите. А я буду заодно и читать. Пожалуйста. Я предлагаю закрепить в положении пять самостоятельных конкурсов. Спектакль драматического театра, спектакль театров оперы, спектаклей оперетты мюзикла, спектаклей балета, спектаклей театров кукол. Я еще раз хочу сказать, сейчас примерно 48 премий, я предлагаю вообще свести до, ну ровно в двое, сократить 25. Сейчас объясню, каким образом. Значит, пять самостоятельных конкурсов. Вы поняли. Драматический, театр оперы, оперетта мюзикл, балет, театр кукол. Из числа спектаклей, включенных в итоговую афишу фестиваля, в каждом самостоятельном конкурсе определяются лауреаты премий. В номинациях лучшая работа режиссера, лучшая работа художника-постановщика, лучшая женская роль, лучшая мужская роль. В конкурсе театров оперы, оперетта мюзикл определяется так же, лучший дирижер, тоже одна премия. В балете, конечно, лучшая работа балетмейстера. В кукольном театре, мужских нету, понятно, лучшая работа куколь. Ну, лучшая работа, почти. Всего 20 номинаций. Наряду с конкурсами премии удержаются так же специальные премии «Золотая маска». За выдающийся вклад в развитие театрального искусства, за поддержку театрального искусства России. Это, вы знаете, общественному государственному деятелю, организации, представителю делового мира. Премии жюри драматургам, композиторам, художникам по костюмам, художникам по свету. За лучшую роль второго плана. За поиск новых выразительных средств современного театра. Ну, назовем так эксперимент. Лучший зарубежный спектакль в России. И ДРЭ, и другой, показанный в России. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на очень важную вещь, которую я скажу. У жюри есть право наградить премии по своему усмотрению авторов, исполнителей, не только спектаклей, включенных в итоговую афишу фестиваля, но и других спектаклей, поставленных в Театр России в течение конкурсного периода. Есть право. Количество специальных премий, включая премии жюри, определяется ежегодным решением секретариата Союза театральных деятелей. Жюри самостоятельно определяет лауреата в пределах установленного количества премий. Ну, условно говоря, количество специальных премий секретарят определяет. Я сейчас на вскидку. Восемь. Пожалуйста, жюри имеет право восемь премий. Вручать влево, вправо, по центру. Как хотите. Специальные премии жюри. Еще одна проблема, о которой много говорили в последнее время. В афише мало спектаклей провинциальных, в хорошем смысле, провинциальных театров. Что я предлагаю? Я говорил уже об этом давно, об этой пирамиде с региональных, то есть, ну, с района до выходить на Эверест. Давайте обсудим такое предложение. В России проводится большое количество общероссийских, межрегиональных, тематических и других фестивалей, городских и так далее. В каждом городе почти, ну, более-менее, значит, определяется свой театральный спектакль. В Москве госсезон, в Питере свои золотой, сапин и так далее. Давайте обсудим такое предложение. Спектакли победителей всероссийских, межрегиональных и региональных театральных фестивалей, перечень которых утверждается организаторами премии и фестиваля «Золотая маска», то есть, организаторами премии СТД и министерством, и фестиваля «Золотая маска» включается в окончательный список номинантов премии и получают право участвовать в конкурсном показе на фестивале в качестве соискателя премии в соответствующем форуме. То есть, вы поняли, да? Секретарят определяет, и еще раз я хочу уточнить, секретарят определяет, это мы каждый раз должны утверждать. Секретарят определяет, так как большое количество всех фестивалей, давайте выберем, там, и условно, Новосибирский, Красноярский, там, еще, там, Устерюпинский и так далее. Утверждаем эти фестивали, их может быть 8, их может быть 10, их может быть 15 и 20. Вот эти фестивали, которые значимы по своему, так сказать, вкладу в развитие театральной России, и потом эти спектакли идут на конкурс без обсуждения. Сразу идут в афишу. Это я предлагаю обсудить на сегодняшнем нашем сборе. Давайте вот на этом просто сосредоточимся. Еще раз хочу сказать, мы готовы выслушать всех, все зафиксировать, все высказанные предложения будут обсуждены еще раз на секретарете Союза, который будет принимать решение, безусловно, вместе с Министерством культуры, нашим партнерами, одним из организаторов премии фестиваля. Я приступаю к обсуждению, и прошу первому, предоставляем слово, заместителю министра культуры Российской Федерации, Александру Владимировичу Журавскому даем слово. Пожалуйста, Александр Владимирович. Спасибо, Александр Владимирович, уважаемые коллеги. Ну, я должен сказать, что «Рояль в кустах», Александр Владимирович, это успешный проект. Я многое из того, что услышал, в общем, в целом даже возражений больших не находятся, настолько разумные и логичные, и правильные предложения подготовил Союз театральных деятелей. Более того, какие-то вопросы мы обсуждали в рамках консультации с СТД, какие-то нет, которые необходимо, наверное, дообсуждать, но в целом я даже не вижу, с чем здесь можно поспорить. С чем здесь можно поспорить. Есть какие-то у нас дополнительные приложения от Министерства культуры, которые выросли в том числе из анализа обсуждения в рамках общественной дискуссии на площадке Министерства культуры, в рамках обсуждения на площадке Союза театральных деятелей, в рамках консультации с отдельными экспертами. Может быть, если Вы позволите, Александр Владимирович, тогда тоже несколько буквально штрихов в эту, в общем, уже вполне сложившуюся картину преобразования премии фестиваля. Что представляется, наверное, целесообразным, вот то предложение, которое Александр Владимирович сформулировал, и СТД сформулировал по принципу формирования экспертного совета, достаточно четко зафиксировать положение и вернуться к теме ротации членов экспертного совета. Наверное, мы говорили раз в три года, раз в четыре года, но нужно обсудить, наверное, в рамках рабочей группы и как-то решить. Обсуждали в том числе с Владимиром Юрьевичем и с многими другими, что, может быть, должен быть один экспертный совет, не два, не четыре, а вернуться, может быть, к истокам этого проекта под названием «Золотая маска» и посмотреть на это действительно как на процесс, как на творческий процесс, который часто сложно разложить по полочкам и сказать, вот этот вот актер лучше, этот хуже, должен быть только общий взгляд. Говорилось о том, что театральный критик, работающий в театре, не может являться членом экспертного совета. Тоже, наверное, это стоит обсудить. Наверное, имеет смысл ограничить длину лонг-листа. Сегодня лонг-лист — это почти 200 спектаклей. 200 спектаклей — это 180 с небольшим, под 200. Александр Александрович уже говорил, что те спектакли, которые отобраны, условно говоря, окруженными фестивалями, перечень которых утверждает СТД и Министерство культуры, и, соответственно, Министерство культуры берет на себя в том числе и определенные финансовые применения с тем, чтобы обеспечить окружной характер этих фестивалей. Потому что понятно, что мы сегодня не найдем 9 полноценных окружных фестивалей, которые будут в графике таким образом выстроены. Но я думаю, что мы вместе с СТД и секретариатом этот вопрос решим. Он не представляется сложным, он не представляется техническим. И тогда в состав жюри этих фестивалей можно было бы делегировать представителей экспертного совета, которые могли бы таким образом представлять фестиваль и премию «Золотая маска» в этих окружных фестивалях, с тем, чтобы не было потом обвинений в том, что разные окружные фестивали, уровень плох, отбор непонятен. Наверное, подумать и о каком-то, наверное, едином подходе к отбору спектаклей, отбору номинантов, с тем, чтобы получившие гран-при или главные призы действительно автоматически входили в шорт-лист «Золотой маски». Если бы мы ограничили, например, в качестве такого, опять же, дискуссионного начала, если бы был бы ограничен, если бы ограничить лонг-лист, например, пятьюдесятью-шестьюдесятью спектаклями, и это бы формировало, например, действительно экспертный совет, то тогда все эти постановки, ну, включая эти девять от окруженных фестивалей, все эти постановки могли бы приехать в Москву, или часть из них в Москве уже, быть осмотрены жюри. И тогда нет необходимости делегировать экспертному совету право формировать шорт-лист. Когда шорт-лист номинантов определяет действительно жюри, и та логика, которая сегодня в предложении ПСТД прозвучала, она абсолютно ложится в эту логику усиления роли жюри, которая определяет, с одной стороны, художественную ценность, а с другой стороны, и отбирает тех лучших из лонг-листа, которые, по мнению жюри, и являются лучшими с точки зрения номинации, с точки зрения списка. Ну, фактически, Александр Александрович, в том предложении, которое у вас прозвучало, когда жюри, допустим, дает премии фактически по номинациям, это уже есть значительная степень усиления роли жюри. Наверное, тоже обсуждался этот вопрос, наверное, было бы правильно подумать все-таки о такой традиционной форме управления жюри, а может быть и экспертным советом, как арт-директор, человек, который отвечает за художественную ценность или художественную программу, того или иного фестиваля, дольные премии. Дирекция все-таки это больше исполнительный орган, а арт-директора как бы нет. Или получается, дирекция одновременно выступает и в роли художественного руководителя, и в роли директора. Это, опять же, для дискуссии. Председатели жюри, их у нас сейчас два. Два председателя жюри фактически. Вот. И таким образом жюри, вот функции жюри, жюри отбирают шорт-лист, причем это можно ввести, как это во многих международных проектах, в больную систему. Чтобы не было конфликтов. Очень часто возникали конфликты, связанные с тем, что кто-то кого-то поддержал, кто-то кого-то не поддержал. Обвинение в вкусовых пристрастиях. Я думаю, что бальная система снимет вопросы с точки зрения того, кто на кого влияет, кто за кем стоит и так далее. Очень часто сегодня дискуссии, касающиеся вообще всех фестивалей, это не применит, но только к «Золотой маске». Понятно, жюри определяет и номинации, но, собственно, это Сан Саныч уже предложил. Имеет право кооптации какого-то количества, и в этом смысле, кстати, тоже это предложение СТД. Учло, что жюри имеет право, возможность наградить не только тех, кто в шорт-листе, но и тех, кто за пределами этого списка. Я так понял. Во всяком случае, такое предложение звучало. Здесь мы абсолютно солидарны. Возможно, с учетом того, что там остается, я так понимаю, номинация «Лучший режиссер», поскольку распечатки не было, сейчас сложно сказать, то, возможно, надо ввести еще гран-при, но это тоже обсуждается, необходимое или в этом нет необходимости. Политически, во всяком случае, это может быть и правильно, когда появляются три действительно выдающихся спектакля, или два, и члены жюри вынуждены выбирать условно говоря между Фокиным, Додиным, Туминусом и еще кем-то. Наверное, правильно было еще гран-при получать. Ну вот, в принципе, есть еще какие-то небольшие предложения, но в целом они лежат в русле тех предложений, которые выработаны в Союзом театральных деятелей. Спасибо. Так, я... Можно секрет, пожалуйста. Я... Спасибо. Я прошу выступать. Ну, знаете, что время не бесконечно, поэтому, так сказать, слушаем. Да, пожалуйста. Микрофон, только в микрофон. Это Амян Геннадий Григорьевич. Скажите, пожалуйста, а какой аспект деятельности «Золотой маски» вызывает у директоральной общественности наибольшее нарекание? Еще раз. Какой аспект деятельности «Золотой маски» вызывает наибольшее нарекание? У директоральной общественности. — Ну, я же сказал уже, не тем дали, не те номинанты, не то жюри. — Правильно я вас понимаю, что речь идет о составе жюри и об экспертном совете? — Да. — Правильно я понимаю? — Конечно. Ротация, ну, все это мы говорили, да. — И правильно я вас понял, что вы предлагаете к тем номинантам, которые войдут в шорт-лист, добавлять еще и победителей ряда фестивалей окружных? — Да. — Спасибо. Я понял. — Так, пожалуйста. Кто будет? Господа. — Да. — Да, 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 общение. — Не перебивая друг друга, желательно, да? — Естественно. — Не перебивая. — Фокин. — Да. — Валерий. — Спаду какой-то сегодня. — Давай. — Фокин, да, Валерий. Значит, давайте сразу тогда без всяких линейков. Я думаю, что я предлагаю, чтобы мы начали нашу работу именно с экспертного совета, поскольку все-таки я считаю, что это одна из самых важных проблем, которая подвергалась различным обсуждениям, мнениям, поскольку это первая, так сказать, ступень, первый шаг, от него очень много зайдется. Здесь возникает вопрос очень важный, кто его формирует, потому что всегда по этому поводу, причем не только на «Золотой маске», это я и по «Питерской премии» знаю, все время возникает вопрос, никто не понимает, откуда он берется. То есть все вроде понимают, но при этом не понимают. Поэтому вот надо просто это дело четко очень прояснить, каким образом формируется экспертный совет. Значит, мне кажется, что предложение, связанное с тем, чтобы формировало все-таки творческие комиссии, это правильное, в принципе, предложение, но как бы это все ни разъехалось. Может быть, все-таки определить должна комиссия по критике, мне кажется. Составить некий список критиков, да, таких действующих, и молодых, и немолодых. Очень важно, чтобы они были разные. Вот это очень главный момент, важный. Чтобы они были широких взглядов, чтобы мы не делили их. Словом говоря, понимаете, чтобы не было никаких перекосов ни влево, ни вправо, как я тут в одной справке на коллегии немножко возмутился на последней, когда там в справке я вдруг увидел коллегии министерства, что по мнению либеральных критиков было написано. Мне это дико совершенно завело, потому что опять начинается, понимаете, эти либеральные, а эти наши, или те наши, а эти не наши. Вот мне кажется, этим надо заканчивать, поэтому вот чтобы был широкий список этих людей, его можно отобрать. И дальше комиссия формирует по критике вот эти предложения. При согласовании, обязательно, гильдии режиссерской, ну что же бы гильдии режиссера будет предлагать, не надо делать из экспертного совета, чтобы туда входили режиссеры, артисты, это неверно, все-таки, мне кажется, должны входить критики туда, которые там, в том числе, люди, которые работают очень с регионами, есть такие критики, которые много лет работают с регионами, знают, ездят. То есть это должно быть такое какое-то, но мы, грубо говоря, гильдия режиссерская, все-таки мы знаем кто, да, что, чего, она это дело обсуждает, согласовывает, гильдия актерская согласовывает, ведь в конце концов секретариат он ведь только утверждает, правильно? Он не должен влезать и настаивать, то есть в порядке дискуссий там могут быть разные предложения, но он утверждает. А вот главная, мне кажется, основа это, чтобы мы все знали, что вот этот экспертный совет сформирован на этот год, или там как решат, два года он будет работать, это уже рабочие вопросы, комиссии по критике, союзу театральных деятелей при согласовании, там или при помощи, или вместе, это уже опять надо решить, это рабочий вопрос, творческих комиссий. Ну, какие-то, главное, актерская гильдия, и мы не будем еще директоров туда, зачем это надо? Я думаю, гильдия, что вы говорите? Значит, актерская гильдия и режиссерская гильдия. Вот мне кажется, вот это очень важно. Не очень я, честно понимаю, при всем моем уважении к Министерству культуры, отчего, собственно, здесь Министерство культуры своих экспертов-то, так сказать, ну, давайте вещи называть своими именами, что он так. 50% как комиссии, значит, даст СТД, а остальную половину, значит, даст Министерство культуры, что ли. Опять им польское напишет письмо, что вы с ней не согласовали, и не приедет, и ездить не будет. Ну, я сейчас, условно говоря, какой, я что-то в этом не вижу, потому что если комиссия по критике, обращаюсь сейчас в сторону Тимашева, да, ну, не только, потому что она же не одна в этой комиссии, да, если она придерживается все-таки вот таких широких, как я называю, взглядов, когда понимаю, что если там, условно говоря, есть там Шендерова, там Дмитрий, это самое, там, я не знаю, кто там, Марина, там, ну, я не знаю, там есть люди, то рядом надо противопоставить кого-то других, которые не хуже, а просто имеют другую точку зрения, вот и все. То есть надо как-то следить вот за этим вот, всей этой ситуацией, чтобы перекосов не было, то тогда я думаю, а что Министерство культуры, так сказать, зачем ей, так сказать, отслеживать и говорить, смотрите, у вас тут вот пять либералов, а наших всего четыре. Ну, я сейчас, вы понимаете, я все говорю условно, но, понимаете, но я думаю, что СТД могло бы справиться в данном случае само при участии и при подходе вот таком, что это должны быть эксперты, потому что сегодняшняя ситуация, она противоречивая, и сегодня нельзя ни в коем случае ни влево, ни вправо, надо дать оценку тому процессу разному, иногда спорному, который я не принимаю, еще кто-то не принимает, но он есть, и дать этому оценку. Это сегодня выражает некое художественное движение, художественное, или не выражает? Вот чем должны заниматься эксперты, чтобы не было пристрастий личных. Личные пристрастия надо отложить, это очень тонкий момент, но он очень важный момент. Мне кажется, вот так вот. Дальше я бы не стал ходить бы, я бы попробовал бы все-таки обсудить историю с экспертным советом, а потом мы пошли бы по другим вопросам. Нет, Александр Александрович, мне кажется, чтобы мы сейчас не погрузились. Нет, Валер, хочешь высказаться? Все скажи. Нет, я бы вот на этом сейчас остановился, а потом бы мы бы еще бы скажем по номинациям, тем более... Нет, наши люди будут и по другим поводам высказываться. Да? А правильно ли это? Может быть, нам обсудить сначала экспертный совет, и я по регламе... Ну, мы же не будем принимать решения, мы просто обсудим. Ну, не знаю. Мне казалось, что правильно так, ну, бог с ним. Значит, ты просто задаешь тему, которую сейчас... Я просто задаю тему, которая... Дело в том, что экспертный совет, я почему-то возвращаюсь, от него идут вопросы структуры, сразу, да? От него вот возникает вопрос жюри, да? Который тоже как бы, кто его назначает и прочее, прочее. Это очень важный вопрос, кто назначает жюри. Понимаете? Вот назначение секретариатом утверждения сразу экспертного совета и жюри, мне кажется, не очень как-то странно. Я не понимаю, как. Значит, жюри, кто это назначает жюри? Секретариат. А кто предлагает этих членов жюри? Это тоже вопрос, это очень важный. Дело же не в том, кто утверждает, а кто предлагает, кто формирует. Вот по экспертному совету мне, условно говоря, понятно. В смысле прозрачности. Я вижу, что есть комиссии критики, ну а как? Нет, понятно. Есть гильдии, которые могут в это дело влезть, дать свое... Я как-то это понимаю, картину. Жюри это, так сказать, надо решать. Это немножко другой вопрос. Номинации, конечно, надо сократить. Я согласен, их очень много. Но делать надо это аккуратно в том плане, что номинации, мне кажется, просто увеличилось количество спектаклей. Время поменялось. Поэтому нельзя сравнивать. 95-й год, 18 там спектаклей, а сегодня 40-й там. Все поменялось. Сократить надо, но надо очень к этому подойти, мне кажется, так аккуратно. Спецпремии, конечно, надо сократить, я думаю. Это ясно совершенно. Они зашкаливают просто, так сказать, это много. Это не надо, это все надо решать. Жюри само решает, дает премии по спектаклям, которые не входят в афишу. Я думаю, надо дать такую возможность жюри, потому что очень много было нареканий, разговоров о том, что вот актеры ушли, так произошло, они прекрасные, выдающиеся, а Маска их пропустила. А просто пропустила по разным причинам. И потому что они не входили в афишу, и просто потому что все-таки, мне кажется, это правильная вещь. Когда Маска жюри пытается, лучше, хуже, оценивать целостность спектакля, а не вынимать оттуда. Вот давайте-ка мы, смотрите, ей 80 лет, ну играет там, ладно, но 80 лет, какая артистка, давайте мы ее, пытается ансамбль оценить, спектакль оценить. Может быть, жюри действительно должны иметь право и за 80 лет артистки хорошие или артисту дать, и за 70, я не знаю, за сколько там. Но это правильно, и то, что жюри может обладать такой возможностью номинировать, иметь свои спец такие призы, номинации, она и умела, кстати говоря, жюри. Просто, может быть, это расширить? Я согласен с Александром Александровичем, что это предложение, мне кажется, хорошее. По поводу региональных спектаклей. Вы понимаете, в чем дело? Мне кажется так. Значит, в принципе, конечно, нужно обратить внимание на это, серьезное, и лучшие региональные спектакли представлять. Я с этим согласен. Другое дело, что и по «Всегда золотая маска» на это обращала внимание. Событий ведь всегда мало. Всегда. Так как и в жизни хорошего всегда мало. Конечно, были события в регионах, безусловно, в региональных театрах. Это было, и неоднократно было, и премии получили «золотые маски». Может быть, просто действительно это сделать, упорядочить это как-то, поскольку это так вызывает много нареканий. Многие говорят о том, что и Петербург, и Москва, значит, тут доминируют, а они остаются в стороне. Но ведь, с другой стороны, тоже не надо забывать, что так все равно будет. Все равно определенный процент доминанта Москвы и Петербурга в театральном отношении будет. Потому что это две столицы. Никуда вы с этим никуда не денетесь. Значит, тут надо для себя понять. Либо мы просто, грубо говоря, идем на некоторое понижение уровня. Бывает так, а почему нет? Жизнь иногда ставит такие ситуации и обстоятельства, когда надо ради чего-то, ради, так сказать, сохранения чего-то, ради каких-то важных политических даже, так сказать, движений. Это сделать. Но тогда каким образом? Ведь все региональные фестивали, их надо отследить. Там очень много, просто, ну, потому что надо провести. Там вообще нет. Я никого не хочу обижать. Ну, просто... А есть уровень, есть фестивали. Достаточно, так сказать, серьезный. Понимаете, да? Их не много. Их будет всего 4, 5, 6, я думаю. Ну, надо посмотреть. Понимаете, да? Может быть, действительно, лауреатов этой премии. Вот только я не очень понимаю, кто будет. Значит, экспертный совет тогда не будет в этом принимать участие. Это тогда делают те люди, местные критики, региональные критики, да? Критики, там, может быть, Министерства культуры. А кто? Нет, ну, просто это надо отработать, этот вопрос. Потому что я должен понимать, если эксперты... Есть фестивали, в которых... Да, в микрофон. Извините, просто сразу. Вот есть фестивали, среди организаторов, в которых есть Союз театральных деятелей и Министерство культуры. И Союз театральных деятелей посылает своих экспертов на эти фестивали. И в результате работы этих экспертов, в том числе СТД, выбирается... И тогда мы что говорим, что вот есть эксперты хорошие, которые в золотой маске, а есть эксперты, ну, так, говно какое-то, извините, которых вот отправляют на региональные фестивали. Но если это те же самые деньги СТД, те же самые деньги Министерства культуры и те же самые эксперты или другие эксперты на Союз театральных деятелей, мне кажется, что такой лауреат этого фестиваля должен вполне входить автоматически. — Но это те же, которые войдут в экспертный совет маски? — Нет, нет. — Еще раз, можно уточнить? — Могут другие, могут те же, могут другие. Ну, как, ну, например, там, тот же самый Вислов, например, да, вот он в этом году председатель экспертного совета, насколько я понимаю, золотой маски. И он же одновременно за это время там побывал там председателем, членом жюри в каком-то фестивале. — Можно еще раз уточнить? — Есть фестивали, ну, мы, Союз театральных деятелей поддерживает, большое количество фестивалей, подавляющее, не в этом дело сейчас. Есть самостоятельные фестивали, но есть фестивали, самостоятельные фестивали, которые вдруг выходят на Эверест, условно говоря. Он уже беспрекословно уже входит в число номинантов. То есть я к чему это говорю? Туда экспертов Союза театральных деятелей и министерства не замешивать. Я хочу, чтобы вы поняли. Если мы имеем претензии, если, сейчас я это говорю, нет, если мы имеем претензии, пускай на региональном уровне, есть свои эксперты, есть свои жюри, и они, дайте я договорю, дайте я договорю, они есть там, они отбирают, и они ошиблись, и они не ошиблись. Они выдвинули этот спектакль как лучший спектакль. Если секретариат говорит, что мы в этом году, вы прекрасно понимаете, не все же фестивали мы можем, в этом году только 15, условно говоря, 20 фестивалей, такие-то, 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 там люди на местах будут очень серьезно относиться к выбору. Очень серьезно будут относиться к выбору. Они будут знать, что такой-то фестиваль, золотой транзит, включен. Но поверьте мне, это будет серьезный, это для области, для региона, это будет, понятно, да? На местах люди будут выбирать. Экспертам, это одна как бы тема, экспертам не возбраняется ездить, смотреть, отбирать, нам присылают эти диски, туда едут, сам участвует, и так далее, и так далее. Не возбраняется, одно другому не мешает. На этом фоне складывается, условно говоря, 20 спектаклей, которые уже выбраны, с помощью провинции, с помощью тех людей, которые будут очень серьезно к этому относиться. Они будут знать, что наш фестиваль в этом году включен, золотую маску. сейчас, на этом фоне, мы имеем 20 фестивалей, условно, мы имеем поездки экспертов, которые определяют еще своих, и предлагают жюри, все, больше ничего. Поскольку возник этот вопрос, мне кажется, не только уместным, но необходимым, здесь присутствуют эксперты. Что это такое, быть экспертным, что такое экспертный совет, работающий в маске на протяжении более 20 лет, который претерпевал изменения, потому что, как вы понимаете, вот я вначале здесь стоял заставкой, было назвать ваше предложение по развитию золотой маски. Вот это именно то, апреление, которое, мне кажется, необходимо, поскольку 20 лет шла созидательная работа, а вид работы ведь, их всего два, либо созидательный, либо разрушительный. Значит, что по развитию? И я очень просил, Глеб, здесь, будь любезен, пожалуйста, пожалуйста, извините. Основатели. Вот тогда, сейчас секунду. Мы вернемся к этому. Секундочку. Да, секунду, я очень коротко. Основатели в маске. Я делаю не в основателе. Значит, спасибо. Урин. Да, Урин. Владимир Георгиевич. Да, я забыл, да. Урин Владимир Георгиевич. Значит, уважаемые коллеги, Легенда. Значит, первое, что бы поддержал в предложениях Сан Санча, это сокращение номинаций. И вот все, что касается первой части сокращения номинаций, абсолютно поддержал бы вас и согласился с этим, потому что я об этом говорю давно. Это первая сторона вопроса. Вторая сторона вопроса. Это то, что касается специальных премий жюри. Если можно, будьте любезны, еще раз включите, пожалуйста, специальные премии жюри. Какая опасность тут существует? Я абсолютно не против специальных премий жюри, но какая тут существует опасность? Просто, когда будем дальше, вы на секретарете будете это обсуждать, то очень просил бы обратить на это внимание. Что касается драматургам, композиторам, художникам по костюму, художникам по свету, вполне возможный вариант, так же, как, допустим, за лучшую роль второго плана, безусловно. Вот все, что дальше начинается за поиск новых выразительных средств, эксперимент, лучшие зарубежные спектакли и так далее, дальше начинаются очень серьезные размытые критерии этих премий. Я просто на это обращаю внимание, как на последний момент. Я бы просто первое, что четко бы ограничил ситуацию численно премий жюри и очень внимательно посмотрел по размытости премий по последней позиции. Это мое сомнение. Хотя, еще раз повторяю, во всех остальных номинациях поддерживаю. Есть сегодня интересная драматургическая работа, мы поддерживаем. Есть интересная... Сейчас, секундочку. Есть интересная работа композитора, мы поддерживаем. Да, и так далее, и так далее. Это вторая составляющая части этого вопроса. Теперь, что касается непосредственно абсолютно поддерживающей ситуации, мало того, я бы ввел ввел бы здесь очень жесткие ограничения, по крайней мере, они были очень... Я знаю все сложности формирования и экспертных советов и жюри. Все вот здесь за этим столом одно, а когда в реальной практике совсем другое. Очень небольшое количество людей могут выключать себя на такой громадный отрезок времени и посвятить себя о той громадной работе, которая будет проходить. Но я сейчас не буду об этом. Поэтому мы там столкнемся с реалиями жизни очень серьезными. Но, безусловно, и глубоко в этом убежден, что, безусловно, надо согласовывать и делать это все через творческие комиссии, актерскую, режиссерскую, критическую и так далее. Безусловно. И тут алгоритм-то очень простой. Ни в коем случае. И, к сожалению, эта практика нарушается. Критики, работающие в театре, не должны участвовать. Это вызывает серьезнейшие нарекания у людей. И я достаточно серьезно обсуждаю часто это. Когда обсуждаются какие-то вопросы, связанные с маской, то об этом идет речь. Человек работает, Аня Галайда работает в Большом театре, Большой театр. По четырем номинациям выдвинут это. Аня Галайда, член экспертного совета. Дима Абаулин театр Станиславского Немировича Данчина выдвинут на золотую маску. Дима Абаулин, член экспертного совета. То же самое должно касаться четко и жюри. Вот когда секретариат определяет жюри, схема должна быть точно так же, как экспертного совета. Только экспертный совет определяет критическая лаборатория, в смысле ассоциации, или там, как у вас он называется, комиссия. А когда определяется жюри и определяется квота представителей актерской профессии, режиссерской профессии, критической профессии и так далее, и так далее, дальше они смотрят уже шорт-лист и ведут разговор о других людях, не связанных, не с творчеством, с тем театром. Даже приглашенный режиссер, который в этом театре ставит, не должен входить в состав жюри. И дальше обсуждается состав жюри. Но вот что меня смутило, как в качестве сомнения, Сан Саныч, это вопрос с региональными фестивалями. На самом деле, идея звучит очень красиво. Более, поверьте, мало того, вот уже, так сказать, извините, как один из основателей, да послушай, Оль, как один из основателей золотой маски, начинали-то с региональных фестивалей. И вообще, ведь хотели-то, если вы сейчас поднимите первое положение золотой маски, российское, то вы увидите, что региональные фестивали, победители этих региональных фестивалей участвуют, и так далее, и так далее, и так далее. К сожалению, ни финансовая составляющая, ни это, не позволило сделать такую систему региональных фестивалей, чтобы оттуда выходили победители. Не позволило это сделать. Дальше. Мы практически с вами делаем две системы критериев по выбору на золотую маску. Одна система, при всей спорности, о которой можно спорить, не спорить, это, но предельно прозрачная, экспертный совет, выборы, шорт-лист, да, не только выборы спектакля, но и номинации. А дальше я задаю вопрос. А как формируются те спектакли, как формируются афиши тех спектаклей региональных фестивалей? Я же знаю, как часто она формируется. Связанный может театр поехать? Есть у него деньги или нет? То есть там тот самый главный критерий художественного выбора, экспертным советом по художественным качествам спектакля, часто не является принципом отбора на региональный фестиваль. Там срабатывают часто очень совсем другие принципы. Поэтому, если брать региональные фестивали, а сама по себе идея замечательная, ничего плохой в ней нету, но это тогда должны быть фестивали, с положением о которых вы должны быть знакомы, как секретариат. Вы должны посмотреть и перечень этих фестивалей, где будут и принципы выбора, выбора спектаклей на региональный фестиваль. И дальше принципы работы и выбора на победителя этого фестиваля. Если это все будет соответствовать вот этой процедуре, чтобы там тоже была художественная процедура, выбора, и вы говорите, нет, вот этот фестиваль, мы понимаем, почему он такой, он замечательный, хороший, но он не может быть участником этого. А вот эти фестивали, потому что там принципы такие-таки-таки, вполне могут быть, и тогда мы это, то есть, грубо говоря, это все равно должно быть согласие. Это должно быть согласие, этот список региональных фестивалей, где есть количество и качество региональных фестивалей. Где есть процедура, да, художественного выбора того, что есть, я думаю, что это абсолютно нормальная ситуация. Это все, что я хотел сказать, я потом, если нужно будет, по другим вопросам возьму слово. Спасибо. Да, пожалуйста. Кто хотел сказать? Да, сейчас микрофончик, пожалуйста. Собственно, я хотел как раз сказать про Глеб Ситковский. Мы знаем, но тем не менее. Я, собственно, хотел сказать как раз по поводу региональных фестивалей, разве здесь о них зашла речь, просто сослаться на свой опыт работы в экспертном совете. Что? Нет. Здесь нет, конечно, статистики, здесь не раздали статистику по тому, как часто победители региональных фестивалей входили в программу «Золотой маски», но если бы ее раздали, то мы бы увидели, что почти всегда, например, победитель новосибирского транзита входил в окончательную афишу. Еще какие-то фестивали региональные. Довольно часто победители этих региональных фестивалей входили отобранные экспертами. Тем не менее, мне кажется, что в принципе эта идея полезная и правильная, по крайней мере, можно попробовать, но что можно тогда сделать? Сделать вот этих победителей региональных фестивалей, чтобы они входили не в общую номинацию, а выделить для них специальную номинацию, которая, грубо говоря, могла бы называться «Фестиваль фестивалей». И там в этой номинации жюри... То есть это было бы ясно, что вот эти спектакли отобраны не экспертами, но они приезжают в Москву, тем не менее, и жюри может... В этой номинации присуждается победителя вот этого фестиваля фестиваля. Жюри смотрит эти спектакли. Наверняка почти каждый год спектакли из этой номинации будут дублироваться с номинацией спектаклей. Но в этом, в принципе, ничего страшного нет. Я согласен с опасениями, что действительно у нас, к сожалению, далеко не все регионы представлены на фестивалях, далеко не все региональные фестивали работают так гладко, как собственно замышляется. Но попробовать сделать это в качестве эксперимента, можно попробовать первые несколько лет вот это вот сделать, а потом, если в конце концов это наше право, мы можем потом от этого и отказаться, если мы видим, что не получается. Но, по крайней мере, это будет в отдельной какой-то номинации. Я прошу выступать теперь членом рабочей группы. Мне кажется, это наоборот говорит о том, что это вот лучшие фестивали России, фестиваль. «Додомян» «Додомян» совпадают некоторые идеи, потому что лет 16 назад, не зная о том, что было в первом уставе, я уговаривал дорогого и любимого Сан Саныча сделать фестиваль фестивалей, потому что я вот переспросил специально, главные претензии это жюри и экспертный совет. И как бы мы ни пытались, что бы мы ни делали, мы можем от работы выкроить время, чтобы посвятить себя работе вот с членом журналистов, но ведь от самого себя не уйдешь. Вот Лев Николаевич, великий, гениальный, обнимал Чехова, читал его Пушкиным прозе и говорил, ну бросьте вы пьесы писать, но вы знаете, как я не люблю Шекспира, но ваши пьесы хуже Шекспира, Шекспир хоть куда-то зрителей зовет, а вы от кухни до чулана и обратно еще хуже, еще хуже, понимаете? И, ну, то есть, каждый художник, он творит свой художественный мир, понимаете, вот тут никуда не денешься. А как, я помню, как секретарем был, когда, не буду называть фамилию, одна дама говорила, пока я в жюри, а, в пятерном совете, нет, жюри, пока я в жюри, Захарова никогда ничего не получит, вот честное слово. Понимаете, вот тут вот все эти амбиции, отношения, тут никуда не денешься. Поэтому, я что думаю, я все-таки сторонник фестиваля, фестиваля, и вот почему. Вы знаете, когда, вот сейчас 21 век, принесемся, куда там, 12, да, мир живет по аристотелевско-пифагорейским законам. В центре земля, а в окно в нем вертится все, в том числе и солнце. И вдруг не совпадает расчетное время солнечных и лунных затмений. Вы думаете, они отказываются от теории, да нет. Они выдумывают эпициклы, что в двух точках папагея-берегея они делают восьмерки планеты. Первые сто лет спасало, вторые нет. Придумали четыре эпицикла, потом восемь. Потом поняли, что надо что-то менять, и пришел Коперник. Мне кажется, мы сегодня вот занимаемся проблемами эпициклов. Как нам совершенствовать то, что невозможно совершенствовать. Понимаете, я занимался не только социолог, я и социальной психологией много занимался. И могу сказать, это невозможно. Человек не может от себя самого уйти. Поэтому мне очень обидно, что любимое СТД получает столько нареканий по поводу этой золотой маски. Великое, замечательное дело, но столько нареканий. Поэтому вот очень, вот все говорили слово, кроме одного случая, как Калякин сказал, региональный. Нет, господа, дело не в региональных фестивалях. У нас сколько регионов-то? 85, по-моему, сейчас вместе с Крымом. Так же ведь, там и Севастополь, и Крым, это же вошли, да? Значит, у нас 8 кругов, вместе с Крымом 9. Есть региональные фестивали. Деньги сейчас у всех есть на региональные фестивали. Надо проводить окружные фестивали по принципам и уставу, разработанному союзом центральных деятелей, чтобы не снижать критериев. Что имеется в виду? У кого? На региональные, на окружные фестивали? Ну, смотрите. То есть, вы фактически увеличиваете, чтобы вы понимали, финансовую составляющую, вы фактически увеличиваете расходы на фестиваль в десятки раз? Нет, во-первых, во-первых, во-вторых, микрофон, сдайте, пожалуйста. Так нет, возьмите. Есть финансовая составляющая. Если вы, вы понимаете, что на, на, на заключительный показ в Москве, или два слова, на заключительный показ в Москве будет отобраны, к примеру, говорим, сейчас от фоне 30 спектаклей региональных, то вы должны провести 8 окружных, к примеру, там 8 этих самых, я их называю региональные, не имея в виду регионы, а имея в виду, естественно, окружные. Да, естественно, окружные. То вы должны будете увеличить эту сумму ровно в 8 раз, потому что вам там надо собрать такое количество спектаклей, из которых один поедет сюда. Значит, еще раз повторяю, мы с этой идеей начинали, дорогой Геннадий Григорьевич. Я понимаю. И как только посчитали... Но это был 23-й год. И как только посчитали... Ой, а сейчас... 2015. Вы знаете про деньги, да? Знаю. Их нет. Да, ладушки. Я считаю, что проведение... Проведение... Вы не проведете. Подождите, подождите. Проведение окружных фестивалей со смены в различных областях должно быть честью для губернаторов. И тут и министерство, из-за второго дня должны обратиться. Володя, это техническая задача. Хорошо. Это техническая задача. Это первое. Это первое. Второе. Мне кажется, что очень важная проблема, вот которую вы подняли, ребята, ну вы, господа, сегодня поднимали. Конечно, ни один работающий в театре не имеет права быть ни в экспертном совете, ни в жюри. Это, само собой разумеется. Но я бы сказал бы так. Конечно, на определенном этапе, на финальном, жюри необходимо. Сейчас скажу. Вот вы сказали, нужен список. Да, общий список нужен. Методом случайного отбора. Есть машины, которые дают случайный отбор. Мы видим по лохотрону. Понимаете? Чтобы не мы назначали, не секретарь назначал, а чтобы случайным образом, чтобы не было, чтобы мы назначили. Это технический вопрос. Это технический вопрос. Нет проблем. Нет проблем. Это второе. Третье. Третье заключается в том, что вот вы сказали, вы сказали пять номинаций. Я категорически за. Надо сокращать число. Но надо оставить в жюри, это надо записать в уставе, право выдвигать свои, не выдвигать, а присуждать свои премии. Надо подумать. Две, три, четыре, максимум, не больше. А я хочу сказать, вот он был такой Тимковский когда-то в конце 19 века, драматург, слабый драматург. Он на первом съезде синических деятелей сказал хорошую фразу. Он сказал, надо ставить заплаты на рваном плате. На рваном плате. На счет зарплаты. Да. Но рано или поздно придется думать и о новом плате. Мы сейчас пытаемся ставить заплаты. Поверьте мне, нам придется рано или поздно думать о новой системе золотой маски. И я думаю, что мы все-таки вернемся к фестивалю фестивалей. Ни эксперты, ни жюри ничего отбирать не будут. Финальный этап это те победители, которые были в округах. Все. И все претензии снимаются. Если хотите, можно сделать следующее. Ввести авторизацию. То есть, если регион выдвигает, выдвигает, а он все время плохо и плохо, плохо и ниже всякого качества, он лишается права на год, два, три, четыре выдвигать на золотую маску. А почему нет? Пускай думают. Конечно. Коллеги, тоже немножко взрубил право заместителя, руководителя рабочей группы. И просто несколько вводных, наверное... Западная, потом аудитория. Западный фланг. Юго-восточная, пожалуйста. Да, пожалуйста. Включитесь. Несколько буквально тезисов. Первый. Вообще, чтобы было понятно, мы когда разговаривали и договаривались с Союзом театральных деятелей о работе, деятельности рабочей группы, мы договаривались в следующем, что до окончательных договоренностей мы не комментируем, что происходит внутри. Просто, чтобы было понятно. Я почему это говорю? Потому что, если не только члены рабочей группы оказались, что для меня, например, неожиданность. Поэтому я просто для тех, кто уже выступил, не будучи членом рабочей группы, тоже это говорю. Потому что члены рабочей группы еще не выступали, а не члены выступили. Это первое. Здесь не попали, здесь не вышли те, кто работал. Это я понимаю. Их много. Их там 200 человек работают. Мы тогда все пригласим. Значит, это первое. Второе. Валерий Владимирович, вот смотрите. Не совсем понимаете, почему Министерство культуры. Вот тогда я не понимаю логику. Да, на уровне экспертного сайта. То есть, Министерство культуры может назначить художественного руководителя театра. Для этого художественного чутья Министерство культуры достаточно. Министерство культуры может определять, например, вместе с экспертами, естественно, перечень номинантов на лауреатов каких-то премий. Это Министерство может. А предложить экспертов в экспертный совет одного из фестивалей, крупнейшего фестиваля, организатором которого, одним из организаторов которого выступает, Министерство культуры не может. Логики не вижу. Извините. Первое. Второе. Может быть, если бы, понимаете, ведь ну раз мы здесь тоже не случайно, то есть происходят какие-то турбулентные движения. Министерство культуры вовлекается в эти турбулентные движения. Мы пытаемся вместе с СТД сегодня как-то организовать этот процесс, минимизируя свое, так сказать, влияние и участие. Но без Министерства культуры все равно вряд ли получится без совместных усилий гармоничных. Мне кажется, нет. С учетом того положения, которое есть, и Министерство культуры не собирается узурпировать права в Совете Театральных Деятелей или экспертного сообщества. По поводу окруженных семинаров, окруженных фестивалей. А все зависит от организации, потому что, в принципе, может быть, экспертный совет не нужен, если будут правильно организованы окруженные фестивали. Сегодня у нас проходит сильно за 100, а может быть, и за 200 фестивалей разного уровня. Мы финансируем больше сотни Министерства культуры. Зачем? Это обсуждает. Это дискуссия. Зачем? Такие суммы мы можем оценить, сказать, не для публичного, конечно, не для публикации. Вот. Но мы можем выбрать из этого ряда действительно достойный. И пусть те члены экспертного совета, которые выбирают СТД, комиссия СТД и Министерство культуры, еще какие-то гильдии. Я был одним из тех, кто считал, что действительно, например, на уровне жюри гильдия режиссера должна давать нам, допустим, режиссер. Опять же, это на ваше решение, на решение рабочей группы. Это нужно продумывать. Но если будет внятный региональный окружной принцип, в котором будет сильное жюри, в том числе с участием критиков и представителей разных цехов театрального дела, представленных в окружных жюри, то я не вижу, как может выпасть из этого те замечательные проекты театральные, которые происходят в регионах. И тогда локомотивы театрального процесса, которые и так попадают, они и так будут попадать в Екатеринбург, или Пермь, или Новосибирск, или Ярославль. Но кроме того, еще мы увидим те малые события, может быть, которые по каким-то вкусовым пристрастиям не попадают в номинации золотые маски. И поэтому, мне кажется, никакого падения уровня не будет, если правильно, вот это правильно было сказано, по тому порядку, который согласуется СТД, по той логии, которая будет заложена в формировании или в работу окруженных фестивалей. Вот и все. Спасибо. Дамьян, я хочу добавить к тому, что вы сказали, знаете, одну фразу, вот если они будут считать на местах, что им не хватает критиков, но это должна быть их инициатива, они обращаются к СТД с тем, чтобы им прислали такого-то и называют фамилию, понимаете, чтобы не было ответственности на секретариате, понимаете? Спасибо. Так, пожалуйста. Мне кажется, что если средства Министерства культуры как-то, так сказать, найдет, я имею в виду в плане вот этого огромного количества фестивалей, это хорошая вещь провести такие окружные фестивали. Ну почему? Неплохо. По крайней мере, если эти округи, значит, в результате фестивалей там, значит, выделится группа, то же самое, то, что мы хотим, только этот блок будет более шире, он будет гораздо шире, и он, конечно, прав Владимир Георгиевич снимет целый ряд претензий сразу. Главное только финансовая составляющая. Если эти деньги, так сказать, произойдут в результате сокращений других фестивалей и прочих, которые маловыразительны, ну почему нет? Это нормально. Пускай они выходят, это хорошо. Другое дело, что вот ушел Гедомян, но я понимаю, что вернется, все возвращаются. поэтому мне кажется, это хорошая идея, но относительно фестиваля, фестиваля, я просто хочу сказать, это неверно, потому что это сразу декада, сразу, так сказать, скатываемся в декаду народов СССР, когда давайте всем сестрам, пастерикам всех привезем, и все покажут, что они умеют. Ты правда. Вот это вот. Так, пожалуйста. Да, микрофончик. Уважаемые коллеги, Родионов Дмитрий Викторович, кратенько хотел бы поделиться своими ощущениями от предложений. Во-первых, безусловно, я лично поддерживаю предложения Александра Александровича по трем пунктам, которые были озвучены в начале. безусловно, согласен с необходимостью сокращения количества номинаций, то есть, как бы вернуться все-таки к началу, к истокам фестиваля и премии, когда все-таки это количество было разумное. Провинциальные, региональные театры, список фестивалей. Конечно, очень важно определить критерии выбора этих фестивалей, разработать какую-то бумагу, инструкцию с совместными усилиями СТД и Министерства культуры для того, чтобы определить планку вхождения в этот перечень фестивалей, победителей которых автоматически попадают в афишу фестиваля всероссийского под названием «Золотая маска». Это очень важно. Я думаю, с одной стороны, круг таких фестивалей уже жизнь определила. В 2001 году, если я не ошибаюсь, мы опубликовали справочник всероссийских региональных фестивалей. Тогда уже было на нашей карте более 100 фестивалей, если не 120. Сейчас картина может быть более даже обширной, тем более определить критерии и качество работы этих фестивалей представляется очень важным. С одной стороны, мы сразу определяем фестивали первого высокого уровня, во-вторых, остальных как-то начинаем ориентировать в пространстве и в критериях своих работ. И не только оргкомитеты этих фестивалей, но и местной региональной власти. Это очень важный, мне кажется, фактор по той линии золотой маски, которой она последовательно притворяет жизнь в последние 20 лет, это создание единого культурного пространства всероссийского. Это очень важное качество маски, которое, мне кажется, мы должны все прекрасно понимать. Кратко, если ответить на волнение Геннадия Григорьевича, я прекрасно понимаю, о чем Геннадий Григорьевич волнуется, но раз мы в начале фестиваля приняли форму конкурса, то мы пошли на этот компромисс. Конкурс это всегда, прав Александр Александрович, это компромисс, это субъективно. Но есть момент общественного соглашения на этот год, на два, на три года мы принимаем это соглашение и в рамках этого соглашения все существуем в определенных правилах. Если это соглашение есть, значит, мы понимаем, предел условности, предел субъективизма. Все мы, как бы, люди профессиональные, понимаем, где эта граница проходит, компромисса. А раз конкурс, значит, все-таки мы играем по этим правилам. Если мы его не отменяем, значит, он остается конкурсом. И мы будем вынуждены выбирать победителей, лучших и так далее. Мне лично это не нравится в области искусства, но раз мы пришли к общественному соглашению, что мы делаем конкурс, тогда давайте играть и дальше в эту игру, которую мы все затеяли. Выбор фестиваля. Да, и вот Валерий Владимирович хотел бы попросить добавить перечень секций или гильдий, как вы сказали, режиссерской, актерской, все-таки художников, театральных художников. Тоже есть такая гильдия, и они имеют, мне кажется, полное право участвовать в отборе экспертов. Имеют. Да? Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, товарищи. Да. Потом микрофончик. Сначала по... Любимов Борис Николаевич, сначала по вопросу, который затронул Александр Владимирович по поводу, так сказать, информации о том, что здесь происходит. Почему я об этом говорю? Потому что примерно месяц назад мне позвонили из одного журнала и сказали, вот вы включены в рабочую группу, что будет с золотой маской? Я сказал, по первому вопросу ничего не могу вам ответить, потому что я еще не знаю о том, что я включен в рабочую группу. А откуда узнал журналист, не знаю. А с золотой маской могу сказать точно, независимо от того, войду ли я в рабочую группу или нет, и кто будет составить с золотой маской, все будет хорошо. Значит, первое, очевидно, во времена снова даны вегиликс без утечки информации невозможно, но желательно, чтобы, по крайней мере, эта информация утекала бы, вот те, кто будут утекать эту информацию, чтобы она утекала честно, и чтобы, так сказать, она звучала в соответствии с тем, что люди говорили и чего они не говорили. Второе, это по поводу того, что будет золотой маской. Понимаете, мы сейчас живем в атмосфере, когда все время люди говорят, у нас 37-й год то ли уже есть, то ли он будет у нас завтра. И это очень, очевидно, людям помогает, потому что, если у нас 37-й год, то тогда каждый посредственный драматур Булгаков, каждый плохой режиссер Меркольд, ну и так далее, и так далее. Золотая маска, на мой взгляд, и должна как раз способствовать тому, чтобы у нас было ощущение, а кто же у нас, хотя бы потенциально сегодня есть Булгаковы, Меркольды, Михаила Чехова, Алиса Куонан, и так далее, и так далее. Мне кажется, что 37-го года у нас нет, скорее 41-м пахнет, и это хорошая новость, что 37-го года нет, а вот плохая новость в том, что с Булгаковыми, с Меркольдами действительно похуже, и мы должны очень часто, и это не вина, ни жюри, ни экспертного совета, мы работаем с тем, что у нас есть. Но все-таки, почему же действительно время от времени к золотой маске какие-то предъявляются претензии? Я, кстати, захватил с собой сюда один документ, я не случайно сижу рядом с директором Бакрушевского музея, у нас страсть к документам есть, это анализ изменений в проект положения о российской национальной премии «Золотая маска» в новой редакции положения с учетом предложений комиссии, а также замечаний и предложений, высказанных на заседании секретариата СТД РСПСР 8 октября 2007 года. Это я к тому, что время от времени, и это нормально, это логично, и это совсем не к тому, чтобы утопить золотую маску или кого-то, так сказать, из сотрудников, время от времени жизнь заставляет, так сказать, обращать внимание на то, что происходит в сегодняшнем театре, в организационной его деятельности и так далее. Значит, если говорить просто по сути, ну вот какие три претензии, которые выдвигаются, про две из них уже сегодня говорили. Первое, это соотношение между регионами и столицей. Это неизбежный конфликт, в конце концов, но в футболе тоже у нас три московские команды и Питер идут впереди, а дальше там где-то, ну, Краснодар, еще что-то, но шансов, что они станут чемпионами, ведь не будет. В хоккее немножко другая ситуация. Но вот в театре сейчас действительно, я думаю, что, Вадим Иванович прав, но на ближайшие годы очевидно Питер и Москва будут задавать тонн в получении премии, но в приезде сюда, в возможности показать себя, здесь регионы имеют на это право и мне кажется, фестиваль фестивалей на сегодняшний день, мне кажется, это я абсолютно согласен, не финансово, не организационно, это сегодня потянуть невозможно, так же, как в 93-м году. Геннадий Иванович долго занимался утопиями, поэтому вот, ну, иногда у него, очевидно, некоторые утопические идеи возникают, но здесь, это, конечно, на сегодняшний день, я думаю, любой здесь присутствующий скажет, это невозможно, но в разных регионах очень по-разному существуют театры, в том числе, фестивали, больше того, возможность, ну, хотя бы, я сейчас не берусь судить, три региона, или там округа, скажем, сейчас не будем в терминологии путаться, или четыре, если хотя бы мы намекнем на это, вот такую морковку им покажем, что есть возможность, уверяю вас, конечно, 200 фестивалей никогда не представят достойные спектакли, но остальные об этом задумаются, и губернатору задумается, дорогой мой, вот на юге какой хороший фестиваль, он в золотую маску поехал в Москву, его, может быть, увидят такой-то, такой-то и такой-то, а у тебя в театрах черт знает что творится, это в конце концов не только губернаторы будут режиссерам и директорам вписывать в показатели, но и губернатору, может быть, в конце концов, кто-нибудь впишет показатели, а что у тебя творится в твоем регионе, поэтому, мне кажется, в самой идее возможности включения хотя бы трех, я думаю, что в союзе театральных деятелей и в Министерстве культуры ну прекрасно же знают, какие действительно сегодня регионы наиболее передовые в области театра и решить это, ну, назвать три, там, Сибирь, не знаю, Юг-Запад или Сибирь, Юг-Восток, вы сами, так сказать, скажете, но это будет очень манка, как мне представляется, для вообще подъема региональных театров, я, кстати, дважды, один раз точно был председателем жюри в Саратовском фестивале, по-моему, с Григорием Анатольевичем Заславским туда ездили, кстати, у них был другой ход, они приглашали в жюри только москвичей, потому что у своих глаз замылился и свои интересы, вы бы московской группой туда приехали, это, мне кажется, решается так легко и просто и в смысле соотношения экспертного совета, жюри и так далее, важно признать возможным саму идею включения лупобедителей и лучших театральных фестивалей России, а дальше это не навсегда, сегодня хорошо в Новосибирске, завтра хорошо в Омске, послезавтра хорошо в Липецке, и это, мне кажется, будет очень серьезный, так сказать, приманкой. Второй момент очень существенный, это, конечно, вопрос экспертного совета, об этом сегодня уже говорилось, и мне кажется, здесь расхождений принципиальных нет, то, что претензии бывают чаще всего не к деятельности дары жюри, потому что жюри, ну, я тебя слепила из того, что было, а к экспертному совету очень часто, тем более, что справедливости ради действительно в экспертный совет не всегда, но очень часто попадают или люди слишком постоянно работающие там, и, может быть, и случайные, и вот здесь, мне кажется, нужно внести в регламент, как часто может входить человек в экспертный совет, чтобы это не стало его профессией, это существенно, абсолютно согласен с тем, что говорилось, не может человек, работающий в театре, входить, во всяком случае, в экспертный совет, если спектакль этого театра, вот я работаю в малом театре, если спектакль малого театра попадает, я не имею права быть членом жюри, это, ну, просто, причем, понимаете, это же смешно, значит, либо я вынужден голосовать против своего, ну, что глупо, либо, даже если я проголосовал, проголосую за какого-то актера из другого театра, мне же никто в это не поверит, все равно скажет, понятно, он голосовал там за малый театр, поэтому это должно быть, вот просто этот конфликт интересов должен быть выключен начисто из положения о экспертном совете, чрезвычайно, существенно согласен с тем, что выдвигает, здесь очень много было сказано верного и, собственно, не противоречащего друг другу, выдвигает там гильдии, комиссии, и прочее, прочее. Не вижу, честно говоря, противоречий в том, что какая-то часть экспертного совета будет предложена министерством культуры, но это действительно смешно, люди входят в состав общественных советов при министерстве, больше, я уверен, что процентов на 80 эти люди совпадут, просто, другое дело, что не должно быть драки между двумя организаторами, тогда действительно глупость несусветная. Но уверяю вас, сейчас методом проб и ошибок вы назовете, там, 10 человек назовет министерство культуры, 10 человек назовет союз нейтральным деятелем, они, 8 из них совпадут. Это совершенно очевидно, поэтому если будут какие-то споры и битвы, всегда это можно прийти здесь к соглашению. Еще один очень существенный момент, мне кажется, здесь верно очень было, очень хорошая идея, по-моему, вы ее озвучили, о возможности жюри выдвигать свои 4 или 5 номинаций, но очень верная была идея и об ограничении их, растягивание до, скажем, вот есть у жюри право 5 номинаций и на этом остались. Я сказал об этом. Да, вот если это, потому что, мне кажется, потом там были еще какие-то там следующий момент, собственно говоря, мы, может быть, самого главного здесь не сказали, естественно, это прозвучало в выступлении Валерия Ильича, я с ним совершенно согласен, если вообще говоря, но все-таки вспомним, что Всероссийское театральное общество было когда-то обществом, а союз театральных деятелей это союз. Сейчас главная беда, это может быть касается не только театрального сообщества, это то, что мы действительно, как об этом сказал сегодня Валерий Владимирович, мы разбились на там либералов, консерваторов, реакционеров, прогрессивных и так далее, и так далее, и так далее, это беда. С этим ничего не сделаешь, это очевидно, время такое, но все, что можно этому противопоставить, все, что можно этому противопоставить, мне кажется, делать нужно. Я, например, слава богу, не попаду ни в жюри, ни в, так сказать, не в экспертный совет, но я вот думаю по этому критерию, я, например, считаю себя либеральным консерватором, и как мне, в какую компанию попасть, с кем, так сказать, водку пить. Очень трудно, кстати говоря, в этой ситуации людям с третьей позиции, не совпадающей с радикалами справа и слева, вот им как существовать в этом мире. Поэтому, мне кажется, что, и это на самом деле, одно из самых уязвимых мест, из золотой маски это просто точка переноса наших идеологических, эстетических, вкусовых, иногда личных переносов, кто-то с кем-то не здоровается, кто-то кому-то не поживает руку, ах, ты попал в золотую маску, значит, золотая маска пакость. Или наоборот, тебя не взяли, значит, ты вот смотри, ты отсталый, ты так сказать, отстой и так далее. Вот здесь, мне кажется, все, что можно будет, все, что может быть, ну, мне кажется, я не привыкнул регламент многих других выступавших, все, что можно будет противопоставить этой тенденции, раздирающей театральное сообщество, мне кажется, в том числе и изменения в золотой маске могут этому способствовать. Спасибо. Голос из региона. Нет, можно сейчас, господин Барташевич, можно сейчас, можно, профессору, академию, пожалуйста. Так. Значит, ну, во-первых, я хочу сказать, представьтесь. Представьтесь. А, это Барташевич, чуть не забыл, чуть не забыл. Не уверенно сказал. Что хочу сказать, во-первых, во-первых, я очень поддерживаю идею о сокращении номинаций, поскольку, поскольку, ну, они размножаются, как грибы, в дождливую погоду, это делает, мне кажется, просто весь процесс очень, очень захламленным и сложным. Это первое. Второе. Я очень поддерживаю идею насчет того, насчет права жюри присуждать свои собственные, так называемые, специальные премии. и я очень поддерживаю ту идею, что и количество этих шансов должно быть увеличено. И вообще, и вообще жюри, мне кажется, должно получить гораздо больше, гораздо больше прав выдвигать, да и награждать те явления, которые, может быть, даже и не вошли в конкурсную программу. Третье. То, что касается самой болезненной точки экспертного совета, я думаю, что, я думаю, то, что говорил Фокин, мне кажется, очень разумным, поскольку в самом деле, как совершенно справедливо сказал Александр Александрович, СТД хозяин этого фестиваля. И мне кажется, что состав экспертного совета должен вырабатываться в комиссиях и гильдиях СТД. Разумеется, с консультациями с министерством это тоже вопрос другой, но при этом, но при этом, мне кажется, что те, кто будут создавать экспертный совет, должны, естественно, исходить из того, что в него должны входить люди разных точек зрения, разных вкусов и так далее. Вот. И последнее, что я хочу сказать, наверное, это чистая утопия. Конечно, это совершенно понятно, что региональный спектакль представителей, победителей региональных фестивалей так или иначе имеют полную порогу попадать в конкурсную программу. Но вот каков механизм, мне, честно говоря, довольно плохо понятно. Каков там механизм отбора? Конечно, повторяю, возможно, это чистая утопия, но, конечно, было бы идеально собрать, если это возможно, финансово или организационно, какой-то показ, фестиваль победителей региональных фестивалей, на котором, причем не обязательно, чтобы это было в Москве, а там же даже, может быть, лучше, чтобы это было в каком-то сравнительно богатом городе, богатом и театральном. И на этом показе, фестиваль, я знаю, как его назвать, экспертный совет золотой маски может отбирать, скажем, три спектакля, которые войдут в официальную конкурсную программу. Повторяю, возможно, это утопия, но мне кажется, что это был бы очень разумный путь. И последнее, что хочу сказать, это то, что продолжает то, что говорил Борис Николаевич. В общем, я абсолютно уверен в том, что в том случае, если, простите за банальность, в том случае, если критерием отбора спектаклей на золотую маску будет эстетически, а не какой-нибудь там, исходящей из посторонних, даже иногда вполне благородных соображений, тогда не будет настоящий настоящий непримиримости в спорах внутри экспертного совета. Поскольку, ну, понятно, поскольку и в экспертный совет, и в жюри входят все-таки люди профессиональные, способные найти общий язык. Я в это глубоко верю. Спасибо. Да, пожалуйста, сейчас Валерий Гришко, Самарский активический театр драмы, главный режиссер. Мне кажется, если премия называется Национальная театральная премия, то мы должны помнить о нации, о нашей театральной нации, о зрителе. Поэтому, мне кажется, не случайно появляются статьи, вот мне недавно ее переслали прочитать, как-то «Туфли для покойника», по-моему, называется, про то, что многие спектакли, которые появляются и получают премии, потом бесследно исчезают. Тот же самый «Оскар», когда «Левиафан» номинировался, к которому я имел счастье отношения, там были споры, потому что у него не было проката. Да, это был классный фильм, и сейчас и прокат был хороший, но на тот момент, когда его выдвигали, и был спор даже с каким-то там легкомыслом, Горько, по-моему, или какой-то фильм, в общем, у тех потрясающий прокат, а «Левиафан» выдвинули, то есть критерий зрителя и жизнеспособности спектакля, я не говорю, что он должен быть основным, вот тогда выиграют действительно пустышки, но этот момент обязательно должен учитываться. Я дальше быстро голопом по Европам, поскольку временной лимит. Мне кажется, конкурс мы проходим все, начиная с поступления в театральный институт, и у нас поступает, допустим, хорошая фактура, но шепелявит, или прекрасный голос, но двигается черт знает как. Мне кажется, оценивать спектакли, и вот мы сейчас говорим, мы же не говорим про роли, мы говорим про спектакли, про спектакли, про спектакли. Мне кажется, что если бы не было вот этого списка, который можно бесконечно расширять до лучшей одевальщицы, до лучшего костюмера, как это на «Оскаре» происходит, и гримеры, постежеры, и так далее. Сейчас уже видеотехника нам предлагается, и так далее. Мне кажется, что в принципе многие споры были бы сняты, если бы определились пять, а их неизвестно сколько будет, может пять, может десять, может один сезон «Урожай», другой нет, лучших спектаклей сезона. И там «Золотую маску» получает и тот же художник, и те же актеры первого и второго плана, и режиссер-постановщик. Мы перестанем уже смеяться над тем, а мы все время смеемся «Лучшая режиссура и лучший спектакль». Это разные вещи оказывается. И тогда не будет предложений глупых, типа, извините за слово глупый, может это пошутил кто-то, отдельная номинация спектаклей психологического театра. Это что-то такое, нечто вообще для меня. Вот, подумайте над этим, потому что вот эти споры бесконечно не бывает ни одного выбора, ни одного спектакля, ни одного режиссера, ни одного художника, который не вызовет спора. А вот бесспорные спектакли бывают. И более того, в хорошем оформлении артист играет по-другому, чем в древном. А, когда появляется древное оформление, но артист играет хорошо, значит, этот спектакль не годится. Значит, это тот самый актер, который отлично говорит, но плохо выглядит, допустим, или хромой какой-то. тогда он не входит, потому что художественная целостность спектакля, она вбирает в себя все. И тогда не будет вот этого бесконечного разветвления, кому дадим, кто режиссер и так далее. Подумайте над голосом из региона. Ну, как практик, практику, буквально реплика. Мы прекрасно понимаем, что лучший спектакль, это лучший режиссер. Безусловно. Понимаете, в кино еще можно, так сказать, визуально добиться. Сейчас я уже начну. Григорий Анатольевич Заславский, пожалуйста. Петр Поспелов, музыкальный критик, несколько раз был и в экспертном совете, и в жюри, поэтому знаю ситуацию изнутри, но не каждый год я там сижу, поэтому сижу больше со стороны и вижу, как год за годом налажено, прозрачно, работает механизм золотой маски. Последние годы, за исключением каких-то отдельных случаев, его решения не вызывали никаких возражений. Сегодня Георгий Юрьевич начал говорить про созидание и разрушение. Может быть, будем продолжать заниматься созиданием. Те реформы, которые задуманы, они так ли уж насущно необходимы, не приведут ли какие-то из них к разрушению имеющегося. Я бы хотел призвать уважаемых коллег привносить новые идеи, не разрушая имеющегося. Например, очень хорошо, если в регионах пройдут фестивали, победители которых попадут на маску, в конкурс даже. Но при этом ни в коем случае нельзя отменять уже существующую систему поездок экспертов по городам и регионам. Пусть они отберут спектакли, а регионы выставят каких-то своих победителей. Мое личное мнение, что очень сложно регионам будет самим отобрать своих победителей. Это можно будет сделать качественно только в том случае, если практически все жюри приедет из столиц, потому что местные критики как правило являются зависимыми. Второе. Экспертный совет на мой взгляд ротируется. Мы даже в розыгранной схеме видим наглядно как происходит эта ротация. Конечно мы все хотим чтобы появлялись новые эксперты, новые специалисты. Они бы входили в профессиональную работу. Их может советовать и Министерство культуры разумеется. И союз театральных деятелей в большем объеме может принимать участие в составлении этого списка. Большой проблемы мне кажется нет. Например когда мы работали в музыкальном составе экспертов никогда не дрались либералы с почвенниками. Никаких разногласий нет. Все прекрасно понимают что дело не то неверность какому-то направлению художественному которую ты разделяешь а оценка объективного качества. Последние сезоны работы экспертного совета была выше всех похвал за какими-то отдельными исключениями. Наверное комиссии союза театральных деятелей вправе утверждать и редактировать списки экспертов. Однако вычеркнуть легко. а добавить кого-то и ввести очень сложно потому что у нас кадровый голод эксперт это профессия так сложилось действительно может быть иногда это бывает через чур я соглашусь с Борисом Николаевичем но работать в экспертном совете могут только профессионалы люди постоянно ходящие в театр два-три раза в неделю ты в театре ты пишешь или ты выступаешь по радио тебя знают просто так кто-то хотя бы даже с дипломом театрального вуза не может работать экспертом поэтому вычеркнуть легко а найти а кроме того и уговорить тоже сложно вот у меня жена сейчас работает в экспертном совете мы все время тема семейных скандалов это что я не каждый раз ее встречаю в аэропорту это тяжелая работа огромная нагрузка огромная ответственность поэтому разбрасываться вот так вот мне кажется ни в коем случае нельзя и уж никак нельзя давать право актерам режиссерам и художникам редактировать состав экспертов потому что это те люди которые будут потом их судить и сравнить между собой не должны быть судимы и редактировать состав судящих последнее по поводу такого нововведения что жюри может награждать кого угодно даже тех даже тех вот тут не очень понятно и если это спектакль который не отобран в конкурс то во-первых ставится под сомнение работа экспертного совета зачем тогда она вообще нужна если жюри может несмотря на работу предложенный экспертами список брать какие-то спектакли не входящие в конкурс и их награждать а большая ошибка думать что их увидит кто-то кроме тех кто эти спектакли предложил тут же окажется что а я этот спектакль не видел и это будет большая половина состава жюри если все-таки придерживаться списка который утвержден экспертами который вошел в конкурсную афишу то конечно же возможно награждать незаявленных неноминированных артистов режиссеров кого угодно но это и есть привилегия жюри которая дана ему правом присуждать новые номинации со своими собственными формулировками у вас спасибо за внимание спасибо пожалуйста можно совсем коротко просто я относительно того что мы сократили ну то есть предложили сократить количество номинаций Ольга Егошина я просто очень коротко я как бы мы говорили о сокращении номинации но когда там было написано то мне кажется выпала номинация лучший спектакль вот ее я бы вернула лучший спектакль просто в числе вот как-то не было не было если можно ее все-таки как-то или она просто это я бы начала но при любых я надеюсь что это была опечатка а писка и случайно выпала это первое второе когда мы говорим о сокращении количества номинаций я это понимаю не нет там было количество номинаций там была лучшая режиссера а спектакля не было нет это номинации это частные номинации дальше дальше говорите да так нет вот это вот мне кажется что многие будут спорить и не соглашаться мы предложили это второе когда мы говорим о сокращении номинаций но еще же есть такой вопрос сокращение количества номинантов я про это тоже многократно писала потому что в ту минуту когда ты смотришь что у нас в России есть там 40 лучших режиссеров в драме то ты понимаешь что это вранье в течение сезона то есть мне кажется что все-таки количество номинатов то есть выдвинутых спектаклей выдвинутых режиссеров так сейчас дайте Оле договорить пожалуйста я стараюсь говорить как можно короче буду говорить ближе к телу соответственно я просто предлагаю подумать что у нас очень обязывает слово лучше и в этом смысле лучших их не очень их просто не может быть много лучших всегда мало и выбирать лучших из условно говоря выбрать 10 лучших спектаклей для экспертного совета гораздо легче чем выбрать 20 потому что 10 выбираются честно а 20 начинаются добавляться те которые ну по каким-то соображениям тоже интересны поэтому мне кажется про это можно подумать вот слово лучшее которое ну так скажем сужает рамки и в этом смысле я так и как-то немножко не поняла относительно региональных фестивалей потому что здесь ну действительно произойдет шибко двух абсолютно разных критериев то есть эксперты которые отбирают лучшие спектакли со всего со всей страны и фестиваль который все-таки выбирает лучший спектакль из гораздо меньшего количества номинантов это просто разные критерии может быть имеет смысл я понимаю желание представить провинцию я понимаю желание чтобы провинция хочет попасть в Москву но есть такая прекрасная вещь как фестивали спутники тот же самый фестиваль фестивалей может быть например в этом году экспериментальный или следующим фестивалем спутником золотая маска он может даже пройти немножко раньше чем в основной конкурс на нем посмотрят эксперты все кто приехал выберут лучше включат в основной конкурс но включать автоматически мне кажется разрушает ну саму структуру маски вот здесь мы делаем то чего предостерегает Петя мы не моем полы а ломаем стены все-таки между косметическим ремонтом которым мы занимаемся мы счищаем накопившиеся какую-то моллюсков наливших на днище корабля и когда мы начинаем ломать корабль есть разница давайте вот это вот как-то вот этот момент он очень серьезный мне кажется что в маске много разных вариантов существования это же действительно очень гибкая структура но хотя бы в качестве эксперимента не начинать с того что мы сейчас сразу вот это автоматически включаем но давайте посмотрим для региональных фестивалей будет региональных театров приехать в качестве ну вот отдельный конкурс у нас есть маска плюс Russian case какой угодно фестиваль фестиваль куда приезжают лучшие региональные спектакли лучшие окружные спектакли лучшие городские спектакли их может быть два но просто пока не пытаться разломать конкурс мы и так делаем несколько ну довольно резких движений по его реорганизации не надо сразу менять все вот собственно что хотела спасибо спасибо большое Григорий Заславский театральный критик я бы начал с того что мне кажется замечательные они не революционные именно революционные были предложения Александра Александровича Калягина которые по преимуществу вообще все хочется поддержать и то что персональный состав утверждается секретариатом на основе предложений творческих комиссий СТД и Министерства культуры и по поводу спектаклей победителей региональных фестивалей и мне кажется что в этом нет ничего страшного да у нас ведь Госдума формируется я не говорю про реальную Госдуму которую мы имеем но сам принцип формирования мне кажется он вполне нормальный то есть она формируется у нас по партийному и по одномандатным округам и точно так же фестиваль Золотая маска может с какого-то момента формироваться частично то что отобрано экспертами а часть то что является вот теми самыми фестивалями которые будут утверждены секретариатом СТД другое дело мне кажется очень содержательное предложение Ольги Егошиной и вполне мне правильно мы же вообще пока что ничего не сказали о фестивале который будет весной следующего года мне кажется что каким-то образом вот те перемены которые обсуждаются эти реформы в общем очень содержательные о которых в первую очередь начал говорить Александр Александрович Калягин они должны быть каким-то образом увидены и обнаружены уже в этом фестивале мне кажется и вот убрать все эти бесконечные маска плюс маска минус и так далее которые размывают конкурс и вставить вот этот самый фестиваль фестиваль или как угодно его назвать то есть в рамках золотой маски провести показать вот эти вот самые лучшие спектакли региональных фестивалей которые утвердит секретариат союза театральных деятелей дальше мне кажется что у жюри вот это вот то что у жюри могут просто предлагать что-то такое помимо этого мне кажется это странное предложение оно хорошее красивое но оно нереализуемо потому что как справедливо сказал Петр Поспелов один скажет потрясающий я спектакль видел а другой скажет а я видел вот этот вот спектакль и вот значит 20 членов жюри каждый из них видел в своем регионе какой-то хороший спектакль кто-то еще за границей видел и будет предлагать его на лучший зарубежный спектакль другое дело сегодня как мне кажется и об этом вот уже тоже было сказано перевернута вся вот эта вот пирамида у нас все решает экспертный совет и ничего не решает жюри Петр вы говорите что решение экспертного совета замечательное может быть я много лет не вхожу в экспертный совет и никогда никого ни о чем не прошу не рассказывать люди сами звонят и рассказывают член жюри прошлого года позвонил и сказал эксперты этого года по музыкальному театру это банда там как-то он сказал там вампиров или что-то еще ну серьезный человек вы его знаете уважаете и так далее он будет членом жюри вот то есть мнения самые разные поэтому мне кажется что экспертный совет должен определять лонг лист а жюри из этого лонг листа уже должно выбирать лауреатов но это вот такое предложение сократить номинации совершенно согласен с Александром Александровичем и со всеми кто об этом говорил и еще на сайте и среди того что звучало все-таки очень многие говорили да сегодня про то что эксперты не должны работать в театре и мне кажется правильно начать с генерального директора фестиваля Золотая маска с Марией Всевной Ревякиной не должно быть чтобы директор фестиваля одновременно был директором театра ну не должно быть никаких подозрений понимаете жена Цезаря вне подозрений все остальные к сожалению не вне подозрений а нужно чтобы была эта чистота и да мне кажется еще нужно лауреату прокат по России каким-то образом обеспечить может быть это должна быть поддержка Министерства культуры и по оперным спектаклям наверное должна быть еще минимальность показов потому что к сожалению мы сегодня очень часто встречаемся с проектными спектаклями когда спектакль собирается один-два-три раза играется его смотрят эксперты потом его в четвертый или в третий раз показывают на золотой маске и больше никто его никогда не увидит то есть должны быть спектакли которые идут в репертуаре то есть ну для экспертов там должно быть ну я не знаю минимум восемь показов для оперного спектакля но какой-то бы положен мне кажется минимум ну мне еще кажется что генеральный директор золотой маски лучше назывался чтобы он назывался исполнительным директором но это уже может быть воспринято как целые нападки на конкретного человека а я же с большой симпатией и нежностью отношусь к Марии всем неревякины спасибо спасибо что еще сейчас так рабочая группа это Дмитрий совсем слепо ну я во-первых хочу сказать что когда я сегодня шел Бертман Дмитрий Александрович просто Дима Бертман можно вот да это я изменился давай давай Дима значит когда я сюда шел то я немножко так волновался потому что ну как бы в прессе в в интернете в фейсбуке крутилось быть маски не быть там и так далее я во-первых очень рад что маска будет и есть и что никаких не витает в воздухе опасностей это самое главное потому что маска это действительно замечательное дело которое должно жить и процветать что касается каких-то идей замечаний я думаю что здесь в союзе театральных деятелей за этим столом всегда когда собирался секретариат мы часто говорили про какие-то наши идеи мы их перерабатывали и так далее я вообще человек к маске я думаю имеющий интересное отношение потому что я такой лакмус в какой-то степени потому что я прошел разные стадии партнерства с маской ну во-первых я сначала был просто зрителем потом я был молодым неожиданно получившим маску лауреатом потом я был модным лауреатом потом я был преданный и стал средним лауреатом потом я постарел после этого я стал членом жюри потом я стал председателем жюри потом я стал постановщиком нескольких церемоний золотой маски после этого я стал секретарем союз театральных деятелей и в этой уже миссии приходилось там какую-то тоже критику высказывать и кстати насчет экспертного совета Мария Евсеевна вот последние два года во всяком случае мы это делали она приносила мне список этого экспертного совета и у нас даже были конфликты когда я говорил что это не пойдет она говорила надо дать новые какие-то значит фамилии и мы давали какие-то новые фамилии кто-то появлялся новые в экспертном совете то есть работа у нас шла и мы как бы работали но конечно я могу сказать вот сегодня я во-первых мне очень нравится идея то что Сан Саныч предложил очень нравится потому что я думаю что вот когда у меня много масок первая маска мне самая дорогая потому что она была во-первых неожиданно я вообще не узнал на гастролях за границей и я так думаю что Кармен был спектакль и он был так вставлен в программу для разбавки как такой левый спектакль был в такую правильную афишу был вставлен и он вдруг получил и мне приятно потому что жюри было во-первых объединенное я понимаю что может быть сейчас это нереально но мне это очень нравилось и этим маска отличалась в музыкальном театре от конкурса Архиповой и от фестиваля Московская осень потому что сейчас очень часто судится спектакль не с позиции театра музыкальной а с позиции лучшая мужская роль дается совершенно худшие роли ну потому что очень красивый голос например и человек получает практически премию вокальную это такое к сожалению существует это я понимаю что с этим сейчас невозможно бороться потому что жюри разделилось и нету Басилашвили в жюри музыкального театра который будет оценивать театральное событие или какого-то драматического режиссера который будет оценивать спектакль оперного режиссера с позиции драматического это ну мне это это я сейчас говорю личное отношение мне это дорого потому что я считаю что в этом была уникальность этого конкурса для музыкального театра что касается номинаций я считаю что сейчас я скажу как постановщик церемоний трех мне еще повезло потому что когда я ставил церемонии я мог ставить спектакль во время церемонии сейчас ни один режиссер не имеет возможности поставить спектакль потому что не хватит времени вручить эти премии и превращается церемония просто в раздачу премий и она не несет никакого шоу никакого даже вот раньше я специально посмотрел рейтинги телевизионные за все маски как менялся рейтинг потому что ведь только наш цех интересует кто получил и кто победитель а страна вся посмотрела по телевидению шоу которое было представлено сейчас рейтинг резко упал потому что смотрят только те кто кого интересует я даже мало того хочу сказать когда я делал церемонию одну то мы нарушили договорились с Марью Сейной нарушили закон церемонии мы давали не по жанрам а по профессии помните да то есть не так что вот драматические театры вручают все драматические театры потом драматический театр весь ушел из зрительного зала остались следующие а они ушли из зрительного зала мы сделали там режиссер И давался там режиссер драматического театра, режиссер музыкального театра, режиссер кукольного театра. Эта интрига сохранялась и так далее. Мне кажется, вот это, вот то, что сейчас предложено, это очень интересно, потому что номинации должны быть сокращены. И для новых номинаций была потрясающая идея, я тоже лауреат этой премии, новация. Была такая номинация, новация, и она касалась и драматического театра, и музыкального театра. То есть, когда был какой-то предмет, действительно, не входящий ни в какие рамки, то возникала новация. Мне кажется, жалко эта номинация ушла, потому что это интересно было. Но вот этот краткий список номинаций, мне он нравится. Что касается лучшего спектакля, лучшего режиссера, это вечный спор. Я, например, считаю, что это поощрительная вторая премия, она для раздвоения. Потому что не бывает такого, чтобы был лучший режиссер, а спектакль не лучший. Или лучший спектакль поставил не лучший режиссер. Но это какая-то странная такая вещь, это такая возможность варьирования в сторону. Это возможность наградить еще одного. То есть, да. Что касается расширения списка номинаций для жюри, я приветствую вообще абсолютно. Я вообще даже, мы тут на секретариате об этом говорили, это я не сейчас говорю, это не секрет. Была вообще такая революционная идея, которая мне, в принципе, нравилась, чтобы вообще не было номинаций, чтобы жюри само распределяло номинации. Я помню, такое было на секретариате здесь. И что только номинируются спектакли. Спектакли, а жюри выбирает уже номинации. Такое... А? Нет, эта идея здесь много раз про нее говорили. И мне она тоже нравится. Потому что, понимаете, я могу сказать с позиции уже руководителя театра. Вот, например, идет у меня спектакль. Приходит, шел, точнее, спектакль. Сейчас мы не участвуем в маске. Но вот шел спектакль. И приходят жюри. У нас идет спектакль там иногда в пяти составах исполнителей. В пяти составах. И жюри приходит в какой-то из дней, когда работает исполнитель не тот, который только что ввелся, может быть. Вот только сейчас ввелся. И его номинируют на лучшую роль. Ну, так роль выстроена, она успешно сделана. А исполнительница, на которую ставилась, которая для театра имеет значение, и все знают в театре, что это лучшая исполнительница, она не попадает в номинацию. Но самое смешное, что когда идет конкурс, и потом мы вставляем уже этот спектакль в момент конкурса, там вообще третий играет. То есть вот эта возможность, вот эта составность, она странная. И действительно тут очень сложно, как бы особенно... Я знаю, я знаю, я знаю, но я имею в виду, когда жюри отсматривает, я про это говорю, когда жюри отсматривает, почему я... Жюри-то должно отсматривать тот состав, который, кто выиграл. Да, ну, значит, нужен специальный показ для жюри? Да. Дим, ну это мы в рабочем порядке поговорим, ладно? Я понимаю, да. Но я сейчас говорю просто про вот те вещи, которые, как бы... Так, по поводу региональных вот этих вещей, по поводу фестиваля. Идея замечательная, она мне нравится, и, наверное, она правильная, так, в гражданском смысле слова. Я сейчас про музыкальный театр скажу. К сожалению, очень мало фестивалей, где представлены оперные спектакли. И я здесь, пользуясь случаем, взываю к Министерству культуры, чтобы над тем подумать и в безденежье найти деньги, потому что это важно. Это действительно важно, чтобы были фестивали, где бы были оперные спектакли, именно даже для реализации этой идеи, потому что сейчас нет таких фестивалей. Есть шаляпинский фестиваль, но это немножко другое. Это когда спектакли приглашаются исполнители, без репетиции иногда они влетают. Эти спектакли не могут быть номинированы на ЗМА. Вот, поэтому здесь, конечно, нужны фестивали оперные, тем более опера сегодня популярнейшее искусство, судя по всему. Поэтому, наконец-то, оно не в кризисе. И все туда стремятся. Все бегут в оперу сегодня. Кинотеатры полны трансляций, когда идут. Попасть, билет купить нельзя на международные трансляции. Телевизионный проект «Большая опера» – самый большой рейтинг на ВГДРК. Все эстрады пытаются петь оперу. Все драматические режиссеры бегут в оперу. Публика покупает билеты, и все московские театры, во всяком случае, битком. Я просто... Это моя защита музыкального театра. Я обязан это делать. Сан Саныч, от Союза театральных деятелей. Абсолютно правильно. Да. Два слова. Да. Микрофончик, можно? Браташевич, я хочу отозваться на то, что говорил только что Григорий Зашлавский. Я должен сказать, что я ведь связан с «Золотой маской» довольно давно. И был членом жюри, и когда-то в экспертном совете, и председателем жюри, и так далее, и так далее. Так вот, ни в один момент нашей работы я не чувствовал на себе ни малейшего давления и уговоров со стороны руководства «Золотой маски». Мы были абсолютно свободны. Сотрудники «Золотой маски» занимались только решением чисто организационных дел. Поэтому, мне кажется, давайте оставим вот тот вопрос, который поставил Зашлавский, на усмотрение секретариата и самой Марии всем. Можно я секунду одну договорю, да? Вот что касается экспертного совета, вот то, что говорилось по экспертному совету, я прекрасно понимаю, что действительно работа экспертов – это очень тяжелая работа. Они должны ездить по всей стране постоянно, и они должны посмотреть такое количество спектаклей. Но тут возникает следующий вопрос. Мне кажется, вопрос важный финансовый. Это надо создать такие условия экспертам, чтобы они могли ездить и быть непредвзятыми, и чтобы они были небезработными людьми. Потому что они же все должны работать, если они востребованы, у них не будет времени ездить. Это редкий человек, кто может ездить. Это такое количество отсмотренных спектаклей. Это многие, это я не про всех говорю, там есть люди, которые действительно душу в это вкладывают и ездят по всей стране, находя время из домашнего очага, убегая. Но там же есть и люди, которые действительно безработные. Это правда. Но найти людей, вот это сформировать экспертный совет, очень тяжело. И по поводу ротации я всегда говорил, и сейчас говорю, я думаю, что ротация должна быть как можно чаще. По поводу того, что люди должны быть разноклановые, это абсолютно точно. И что бы мы тут ни говорили, все равно существуют кланы. Что бы тут ни говорили. И так, наверное, и должно быть. А как еще? Дружба, кланы, курилка. Я это все видел и слышал, и знаю. Поэтому по-другому быть не может. Это понятно, это, наверное, есть везде и все. Но для этого и должна быть система, чтобы люди разные заходили в экспертный совет. Потому что от экспертного совета не было жюри в истории, которая была бы довольна работой экспертного совета. Это действительно. Спасибо. Можно мне, Александр Александрович? Бородин. Очень коротко, три пункта. Представьтесь, пожалуйста. Бородин, да. Значит, поддерживаю сейчас Алексея Вадимовича по поводу того, что я тоже был председателем жюри, и знаю, насколько это честная работа была, и насколько правильно Мария Всевна вела все это дело, находясь совершенно в стороне, и вместе с тем создавая какие-то условия, которые были необходимы для того, чтобы это была очень трудная, очень подробная работа, и еще надо поискать человека, который на это способен, вот так вести, как это было. Это первое. Второе. Мне кажется, что здесь жалко, просто мне жалко, что лучший спектакль все-таки правильный, когда он есть. Мне так кажется. Потому что лучший режиссер может оказаться не в лучшем спектакле. Это точно. Вот мы все видим, но в целом, в смысле уровень артистов, уровень может быть ниже, чем режиссерская какая-то идея и так далее. И инновация тоже жалко, честно говоря, потому что там были многие интересные какие-то вещи. Она может здесь пропадать. Это я, значит, так. И вот одно такое важное. Александр Владимирович сказал слово арт-директор. Вы знаете что? Вот мне кажется, что это слово правильно здесь может быть. В каком смысле? Мне кажется, что у нас не хватает сейчас очень ответственности, какой-то личной ответственности за то, что происходит. Я имею в виду сейчас прежде всего экспертный совет. Собрать 20 человек, предложим, мы соберем, ну разные у них будут противоположные позиции и все. Потом будет какое-то голосование. Что там выйдет из этого, это большой вопрос. Кстати, мне непонятно, почему закрытые голосования. Мне кажется, это неправильно и в жюри, кстати, это неправильно. Так мне кажется. Вот. Но если бы вот некто, кто является в данном случае председателем экспертного совета лично, мы ведь почти, ну большей частью не знаем, кто председатель. Ну как-то не фиксируется это в ушах. Я сейчас говорю просто про себя. Не фиксируется. А кто ответственен? Эти 20 человек, которые находятся в экспертном совете, не могут быть все ответственны. Понимаете? Потому что там разные люди, разные взгляды, разные вкусы и так далее. Но в данный год есть некто, кто отвечает за это, которого утвердили на секретариате, там еще раз обсудили, так сказать, и так далее. Потому что здесь, кстати, все предложения, которые здесь были, очень правильные, мне кажется, очень интересные создания этого экспертного совета, которая, конечно, главная проблема. Мне кажется, в жюри меньше проблем. Хотя в жюри тоже ответственность председателя, например, жюри, да? Мы знаем прекрасно, что бывают председатели жюри, которые не смотрели половину спектаклей, да? А тем не менее, отвечает он за это вот перед всей театральной общественностью, да? Как, ну лично, вот он. И для этого будут выбираться, мне кажется, какие-то на самом деле. Может быть, и из людей экспертов какие-то люди, которые, ну, вызывают всеобщие, так сказать, мы понимаем, да? На этом кинофестивале арт-директор такой-то, да? И все в него стрелы, и все к нему, так сказать, все возможности. Потому что не давать возможности сделать какой-то выбор вкусовой не получится все равно. Это все равно будет, знаете, объективно, да? Одиннадцать человек будет так, а, значит, десять человек будет так. Ну, это все равно. Ну, а потом там девять и двенадцать, ну, мне кажется, что это невозможно, если этот будет приверженец, как здесь написано, этого психологического театра, смешная действительно запись, а другой будет приверженецкого авангардного театра, ну, не знаю, там что, как это называется, традиционного, да? Все. И вот их совместить, их совместить, кросс-жанровый там еще и слово. Понимаете? Поэтому, мне кажется, вот эта идея ответственности личная, работа, как мне кажется, одного. Как мне кажется, одного. Особенно это касается вот экспертов. Так, ну, это как, как машины. Кто хочет? Эксперты хотят? Только очень коротко, потому что члены работ... Я хочу подвести итоги, поэтому секундочку. Я хочу еще раз спросить. Члены рабочей группы, Марина должна сказать. Давайте, только, пожалуйста, а потом дам еще, да. Представьтесь, пожалуйста. Бедерова, Юлия Бедерова, музыкальный критик, эксперт однажды, председатель экспертного совета, однажды, однажды член жюри. А ситуации изнутри и со стороны тоже я ее вижу. Мне бы хотелось, чтобы при любом подчинении или при любой форме предложения членов экспертного совета, при любой реформе в этой области, кто бы не назначал, кто бы не утверждал, кто бы не предлагал членов экспертного совета, мне бы очень хотелось обратиться к рабочей группе с тем, чтобы она, может быть, внимательно отнеслась к тому, чтобы сохранить имеющиеся на сегодня два главных принципа работы экспертного совета. Это независимость экспертов и коллегиальность. Вот сказано сейчас о личной ответственности. Понимаете, личную ответственность одного человека может нести один человек, который один принимает решение. Если мы, как сейчас это сделано, имеем дело с коллективной ответственностью совета одного, который работает только один год, то моя ответственность как председателя – это ответственность за нормальную конструктивную работу, чтобы все были услышаны, чтобы все все посмотрели. Независимость экспертов, как сейчас это происходит. Дело в том, что люди, которые набираются на один год, которые готовы работать, они никому не подчиняются, ни друг другу, ни дирекции. Если эксперты будут подчиняться творческим людям, может быть, им тогда придется быть перед ними ответственными. Как уже Петя сказал, это сложный момент. И еще важно правоэкспертный совет, что все-таки экспертный совет отсматривает огромное количество спектаклей. И его ответственность – это отсмотреть весь этот материал и предложить жюри тот или иной материал в максимальном объеме. Когда жюри присуждает премии композитору, художнику, неноминируемому, как сделать так, чтобы жюри, как возложить на жюри ответственность, отсмотреть это все? Экспертные советы делают действительно огромную работу. Они отсматривают огромное количество. Все, это все, что я хотел сказать. Спасибо вам большое. Александр Вислов, представитель экспертного совета этого года, а до этого и эксперт, и член жюри. А раньше, когда-то я даже начинал дирекцию «Маски» еще во времена, поэтому имею довольно большой опыт. Очень много прекрасных, правильных, замечательных идей и мыслей. Видно, что все они продиктованы. Действительно, мысли сделать лучше. Но дело в том, что есть идеальность, а есть реальность премии, реальность русского театра, реальность сезонов. Например, возьмем ту же ситуацию с региональными смотрами, с региональными фестивалями. Но если действительно ввести это, придумать, предположить, что будут эти восемь смотров по округам, что в каждом органе проведется такой фестиваль, что в Сибирск мокру проедет эксперт, сначала отберу. В таком случае «Маска» сдвинется, будет не на следующий сезон после завречаться, а через сезон. Потому что еще сезон уйдет на работу всех этих самых региональных фестивалей. Это просто по-другому не получится. Сейчас у «Маски» самый быстрый шаг, самый быстрый ход. Если говорить просто о фестивалях, то у нас действительно много фестивалей в России. Но, скажем, одни из них связаны с сезоном, а большая часть не связана с конкретным сезоном. Там могут быть спектакли и трехлетней давности, и пятилетней давности. Там могут быть спектакли и с ближнего зарубежья, и с дальнего зарубежья. Более того, есть прекрасный фестиваль «Реальный театр», куда мы все эксперты отправимся завтра. Это действительно один из самых... Но там нет никаких и не будет. Потому что это мнение основателя Олега Лаевского. Там никогда нет никаких призов. И как одобрать «Реального театра»? Естественно, мы будем все смотреть. Наверняка многие ряд спектаклей «Реального театра» падут, конечно, в итоге в афише. Но у многих фестивалей не бывает лауреатов, не бывает премий, не бывает лучшего спектакля и так далее. Поэтому, скажем, Борис Николаевич, вы говорите про Саратов, да, а сама расскажет, а мы почему не участвуем. А Ульянов скажет, а мы почему не участвуем. Тогда получится, что это просто какая-то бесконечная, бесспективная история. Потому что каждый регион... Дальше. По поводу сокращения количества номинаций. Конечно. Может быть, оно и правильно, с одной стороны. С другой стороны, дорогие друзья, мне кажется, что в таком случае провинция останется у нас без золотых масок. Вот помните мое слово. Потому что всегда... Вот даже эта вот большая форма, малая форма и лучшая режиссура, вы вспомните, по последним годам, всегда один из них уходил или в Ярославль, или, скажем, в театр Вас-Ледуховский, в Витагон-театр. Если будет только одна номинация, скажем, в драме, одна номинация в опере, одна номинация в балете, ее будут получать, конечно же, и может быть, заслуженно. Москва, Петербург, выдающиеся мастера. А провинции, за которыми мы так кратуем все, и хотим, чтобы Маск ее поддерживал в том числе, чтобы был некий социальный лип для нее, каждый год при сокращении номинации она будет оставаться без масок. И, конечно, утешительное участие в каком-то фестивале-фестивале это да, но, с другой стороны, то, что сегодня больше всего возбуждает провинцию, что она имеет возможность посоревноваться. В принципе, да, что такое Маска? Это любое тяжество самого маленького города. А в последние годы была у нас и Лысьво, и Прокопчевск, кого только не было. Они могут соревноваться с спектаклями Фокина, с спектаклями Додина, с спектаклями Гинкаса и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, вот это очень важно. Если это убрать, то Маска во многом потеряет свой авторитет и смысл, мне кажется, для той же самой провинции. И последнее по поводу того, что если все-таки вот эти вот 40... То есть если эти вот... Предположить, что будет 9 окружных фестивалей, но, дорогие друзья, подумайте, это значит только номинантов будет 40, потому что в каждом окружном фестивале будет лучшая опера, лучший балет, лучшая драма, лучший кукольный спектакль. И таким образом только без Москвы и Петербурга будет 40 номинантов. Никакое жюри, мы знаем, как сложно собрать жюри, как сложно жюри, в которые входят востребованные люди в своей профессии, как сложно им сградить это время для фестиваля, никакое жюри никогда не сможет отхватить такое количество фестивалей. И последнее по поводу, собственно, экспертного совета. Все, это очень коротко. Абсолютно соглашаюсь с вами по поводу того, что нужна ротация, нужно чтобы... Но, поверьте, очень сложно будет найти людей каждый год. Это нужно искать, нужно работать на направлении, но очень сложно будет найти людей, которые готовы будут... Вы знаете, в нашей профессии сегодня ситуация, которые будут готовы сесть за один стол. Так, как мы замечаем, мы с ним сегодня... Спасибо за внимание, извините, 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 извините. Спасибо вам. Так, пожалуйста... Да, Ма... Нет. Нет, 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 нет. Да, Маша, говори. Мария Ефеевна, пожалуйста. Мне все равно. Ну, я... Мне, в общем-то, мало что осталось, потому что... Тянет руку, поэтому я... Что? Мало что. Не надо теперь тянуть руку, Мария Ефеевна. Что? Не надо тянуть. Да. Протяните ноги, старый дурак. Мне мало что осталось говорить, потому что я как раз хотела... Представь, пожалуйста. Марина Тимашева, да. Да. Я хотела как раз сказать отчасти то, что уже сказал Саша, правда, думала, может быть, я от жизни отстала, и все теперь региональные фестивали конкурсные, там очень много неконкурсных фестивалей, то, о чем говорил Саша, соответственно, невозможно идти этим путем до лауреата, нереально. Ну, ладно, я не буду комментировать то, что работа экспертов чрезвычайно тяжелая, вообще любая работа, если делать хорошо, чрезвычайно тяжелая, чай не шахтеры мы все все-таки. А что касается того, что я сама понимаю хорошо, это экспертный совет. Ну, вот, собственно говоря, я рада, что практики театров тоже приходят к той же самой мысли, которую мы, я не знаю, произносили в течение последних многих лет, что должно быть просто представлено сообщество, что эти списки должны быть составлены кабинетами, комиссиями, гильдиями, я не понимаю, почему гильдия художников там не может представить людей, которых они считают блестящими специалистами по сценографии, которых мы, тем не менее, можем забывать, а специалист, который очень хорошо знает сценографию, мы не будем называть фамилии, мы их знаем, он заодно, в общем, как правило, очень неплохой театровед и театральный критик, довольно вспомнит, там, Алла Александровна Михайловна и так далее. То есть, я уверена абсолютно в том, что эти списки должны быть составлены, никакого противоречия здесь между Союзом театральных деятелей, Министерством культуры, гильдиями не может быть, потому что просто все люди вносят своих, своих кандидатов в этот общий список. Люди говорят, они должны ходить два-три раза в неделю в театр обязательно, но, ну, хорошо, ладно, я понимаю, что Инна Танна Соловьева не сможет быть экспертом, но то, что она не ходит два-три раза в неделю, неужели делает ее какой-то более глупой, чем, допустим, я, хотя я хожу, к сожалению, почти каждый день. Ну, мы сейчас говорим о том, что среди нас, Петя, тоже есть достаточное число людей, которые, да, они работают в научно-исследовательских, например, институтах, они не театральные критики, они не обозреватели центральных газет, что не делает их вкус менее совершенным и, во всяком случае, их самих какими-то не такими, как мы. Да, вот мы с Сашей, например, работаем в журнале, там есть Щербаков, он не ходит, по-моему, два-три раза в неделю в театр, что, однако, не означает, что он хуже нас с вами разбирается в театре, это какой-то дикий абсолютно тоже критерий и так далее. А может быть и наоборот, кстати говоря, потому что когда человек каждый день ходит в театр, он тоже теряет ориентацию в пространстве, мы с вами это знаем, в общем. Вот, ну, то есть я считаю, что не надо, что вообще единственное, что нам нужно, это действительно перестать делиться на какие-то там, я не знаю, фракции, они все равно остаются, ясное дело, но, в принципе, мы должны просто действительно сесть, составить вот эти общие списки экспертов, из них выбрать не очень большое число людей, не 20, а, я не знаю, 6 или 7 человек. То, о чем говорил Геннадий Григорьевич, что вызвало какой-то шепот, ропот, я бы сказала, в наших рядах, он, говорю, как человек, который знает очень хорошо социологический подход о пошаговой выборке, репрезентативной, то есть это не я решаю, что у меня в этом году будет такой, 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 а я говорю, задаю, условно говоря, шаг. Вот у меня получается список из 100 экспертов, например, может быть, миллион. Я говорю, тогда нам нужно там 6, тогда каждый такой-то, и вот эту каждую шестую фамилию я выписываю. Дальше я с этим человеком связываюсь в письменной форме, получаю... Еще раз, еще раз, Владимир Георгиевич, тогда следующий я смещаю на одну ступень, понимаете, это в принципе возможно, это трудоемко, тягомотно, но это и не такое смешное, во всяком случае, предложение, оно может, мы можем попробовать его осуществить. По поводу жюри, по поводу жюри, я вообще не знаю, может, я иногда думаю, может быть, вообще показывают жюри спектакли, а жюри пусть сами определяют, кого в них награждать. Вот лучше спектакль, или им дается, скажем, вот у вас столько-то есть масок, вот столько-то их дается, а вы сами решаете, кто в этом спектакле заслуживает награждения, потому что часто бывает так, что не выдвинут именно тот, на кого в результате смотрит весь зал, когда этот спектакль, по крайней мере, приезжает в Москву. Вот, и что касается совмещения всяких разных работ, ну, и вот я как эксперт премии «Гвоздь сезона» и абсолютно точно знаю, как делает всегда Калягин. Как только экспертам зайдет в голову такая вполне ясная мысль выдвинуть какой-то спектакль театра ЦТРА или самого Калягина, то он сразу говорит, нет-нет-нет, это премия союза театральных деятелей, а я председатель союза театральных деятелей, в итоге спектакль театра ЦТРА вообще не участвует ни в чем. Вот таким образом, да, совершенно верно, вот таким образом очень грубо, я бы сказала, давит на экспертов, давит на экспертов премии «Гвоздь сезона» Александр Калягин. Грубо давит. Что, продюсер? Ну, если, Марина, если, Мариночка, если по истории «Золотой маски», то я сам себя снял, когда был номинирован Шейлок. Я же, вы не поняли, вы услышали последнюю фразу, она была ироничная. Да. А-а-а. Я сказала, что вы грубо на нас давите с тем, чтобы не дать вашему спектакль. Я к этому участвую, секунду. Хорошо. Как раз, говорю, реплику на полторы минуты. А, все. Реплика. Так, реплика, да. Одна реплика. Это не я. Еще раз. Урин. Да, реплика, короткая. Еще раз, Урин. Не, не, не. Это не успокаивай. Говори, говори. Не, я правда, я бы очень хотел поддержать выступление Саши Вислову, потому что, еще раз повторяю, мне кажется, очень важная составляющая, когда будем думать о региональных фестивалях, от этой идеи не надо отказываться, ее надо прорабатывать. Просто хотел сказать, ее надо прорабатывать. Но когда мы начнем прорабатывать и смотреть правила организации всех фестивалей, мы поймем, что мы практически не наберем таких фестивалей, которые дают нам логическое право. Поэтому не отказываемся от этой идеи, но ее надо очень серьезно прорабатывать. Хорошо. Я ответил. Так, все, Мария Ильич, две минуты буквально. Две минуты, да. Ревякина моя фамилия, представляюсь. Да. Вы просите. Я начну от предложения, вернее, реплики Григория Заславского по поводу женации за ревни подозрений. Вы знаете, я уже не первый раз от вас и от Ольги Галаховой вот это слышу, но слышу только от вас двоих. Я предлагаю вам опросить 129 человек экспертных советов, которые проработали, 356 человек жюри, и спросить хоть раз, я приходила, давила или что-то просила их. Во-первых, я не вижу спектакли и не смотрю их. Я прихожу на первое заседание экспертного совета, рассказываю, как работает маска, как им оплачивается, какие договора. Отвечаю на вопросы и ухожу. Затем я прихожу только на последнее заседание экспертного совета, когда они голосуют. И более ничего. То же самое происходит и с жюри. Это первое. Второе. По поводу региональных фестивалей. Так, в 2014 году мы получили поручение от Министерства культуры Российской Федерации увеличить количество, Валерий Владимирович, региональных составляющих, то есть региональных театров. В 2015 году мы провели в рамках внеконкурсной программы «Маски плюс», а не «Маски минус». Мы привезли 38 спектаклей. Их отбирали эксперты, кураторы, разные, по разным проблемам выстраивали. После каждого спектакля у нас были обсуждения. И эти театры были счастливы, что они попали на «Маску». Мы отбирали их. Так же, как, кстати, эксперты получили задание учитывать победителей и участников региональных фестивалей, о чем говорил Глеб Ситковский. Что в этом фестивале 2015 года у нас были и участники фестиваля, у нас такая статистика есть, не говоря о внеконкурсной программе, в которой были участники и победители региональных фестивалей. Мы проштудировали вот за лето все фестивали, которые есть, и отобрали 15 фестивалей, которые идут как фестивали-конкурсы. Проводят их местные отделения союза театральных деятелей как итоги театральных сезонов. Иногда там участвует Министерство культуры. К сожалению, это, конечно, не округа, да, но, тем не менее, наверное, можно попробовать, скажем, в следующем году посмотреть, что есть у них. Это Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Ишкар-Алак, Красноярск, Нальчик, Сибирский транзит раз в два года, Новосибирск, ну и так далее. Мне надо сейчас перечислить, Машенька. Их 15, они есть, они действительно конкурсные, и у них там происходит, так сказать, вычленение победителей. Что касается, Марин, вашего предложения жюри отдать просто спектакль, чтобы они выбирали, ну, это ваше предложение. Я просто знаю по практике, как жалуются жюри и изнемогают к финалу от количества просмотренных спектаклей. Им, конечно, можно отдать на откуп, они сойдут с ума, правда. Если им просто сказать, вот вам 20 спектаклей, и все, у них временно мало. Они все заняты, они все работают, они все актеры, режиссеры, сценографы, хореографы и так далее. Времени катастрофически мало. То есть, конечно, когда экспертный совет им дает рамки какие-то, да, это хорошо. Вот то, что предложил Сан Саныч, еще какие-то дополнительно, что жюри может, да, и у нас, у них есть премии, спецпремии, которые независимо от экспертов могут вручить. У нас, кстати, жалуются драматические жюри, что мало специальных премий, наверное, их можно увеличить, чтобы они были более свободны. И последнее по поводу регионов я бы хотела. Вот Министерство культуры в этом году поддержало нас с тем, чтобы участники спектакля, фестиваля транслировались в регионы, в кинотеатры. Это был первый опыт в этом году. И это было потрясающе. И у нас столько уже вопросов, будем ли мы транслировать, потому что все хотят увидеть участников фестиваля. Если, конечно, Министерство на это пойдет, и как-то заранее нам об этом скажут, потому что это авторские права, это очень сложный вопрос. Это тяжелая финансовая история, это поднять на спутник сигнал. Это такая команда, которая снимает спектакль. Ну, в общем, все знают это. Конечно, тогда регионы и причастны будут в этом смысле вот к такому празднику, который проходит в Москве. Спасибо большое. Спасибо большое. Теперь можем подвести итог. Значит, такой абсолютно предварительный, почти лирический. Значит, высказались многие, повторяли буквально то, что я говорил. Значит, бегом. Эксперты в регионах, комиссии, жюри, фестивали, вы знаете, все это формулируется, все это пишется. Мы можем сформулировать, дадим задания, какие эксперты, какие жюри, но региональные фестивали оставьте. Эксперты работают само собой. Команда экспертов работает, разъезжает, потому что каждый театр из регионов присылает свои заявки. Вы знаете это. Жюри, то есть эксперты обязаны отсмотреть. Но есть региональные фестивали, которые такой выбор, но, еще раз подчеркиваю, региональные фестивали, ну так назовем, победители. Каждый раз будут утверждаться, региональные вернее фестивали, будут утверждаться секретариатом Союза. Понятно? В этом году он может и не войти, этот Новосибирский транзит. Я, к примеру, говорю, мы дадим другому какому-нибудь региону. Их может быть 10, 5, 3. Это все в пределах. Арт-директор, может быть, действительно стоит об этом поговорить, но я записал себе. Теперь, гран-при, премия, ну вы знаете, так мне кажется, я не совсем понимаю, как это может быть, гран-при, премия в театральном. Есть спектакль, но в конце концов вы будете вправе решать, Союз решит, лучший режиссер или лучший спектакль. Это тоже проблема, но гран-при давать, это... Не получится. Не получится. Не получится, мне кажется. Так, критики формируют экспертов в свои творческие комитеты. Вот Валерий сказал об этом, о том, что будут все включены в формирование экспертного совета. Гильдии, все это суммируется в творческих комиссиях, критики, секции критиков, секции режиссеров, секции актеров и так далее и тому подобное. Все будут участвовать в формировании экспертных совета. И они будут представлять, так я предложил. Ну, посмотрим. Так, фестиваль, фестивали, родные мои, это немножко другая премия, другие фестивали. Это, мне кажется, надо совсем другое вообще-то перевернуть все. Мы говорим сейчас о золотой маске. Член экспертного совета, работник театра. Родные мои, ну, давайте будем аккуратно к этому подходить. В принципе, в принципе, я за это, чтобы члены экспертного совета не были работниками театра. Но, еще раз говорю, дорогие, мы, я еще раз благодарен вам, Александр Владимирович, и подчеркиваю, что мы вот в содружестве с министерством все это обсуждаем и думаем. Но, я еще раз говорю, в принципе, критиков найти, экспертов найти по театру трудно. И ротации, и, ну, я же не буду говорить, как в театральном сообществе, простите меня, относятся к критике. Небовиду вам будет всем сказано, простите. Уважают, любят, но, вот почему-то но все время. Так, хорошо. Теперь, региональные фестивали. Оставьте эту идею, она хорошая. Это мы подключим провинцию, это мы подключим людей, которые будут на местах очень заботиться о театральном искусстве. Они будут вкладывать деньги. Не думайте, что здесь только министерство будет зафинансировать. Поверьте мне, губернатор будет знать, что этот фестиваль, союз включил, союз включил в золотую маску, этот губернатор будет, извините меня, драть все места свои, чтобы только обеспечить, поехать, ну и так далее, там подобное. Я вам посоветовал бы на двух-трех традициях положение. Это мы все разработаем. Это все, все. Извините, пожалуйста, а может, у министерства культуры сейчас в гастрольном центре есть, может быть, его тоже подключить как-нибудь для того, чтобы... Хорошая идея, хорошая идея. Да, все. Теперь, да, совершенно. Не совсем понимаю, почему надо убирать маска плюс, который привозил все региональные фестивали. Вы знаете, чем больше спектаклей задействовано, чем больше людей в регионах знает, что наш театр поехал, вы знаете, какими цветами встречают людей, победителей? На вокзале встречают, как Чкалова когда-то встречают, на вокзале встречают, с цветами, счастливы. Губернатор уже, как бы сказать, нацелен на то, чтобы, ну, как бы сказать, свой нос держать вокруг театральной, как бы сказать, атмосферы в области и так далее. Хорошо, это вы знаете. Вы знаете, я еще раз говорю, я встречаюсь с разными людьми, я еще раз убеждаюсь, где немножко, так сказать, все время бьешь в колокольчик, они немножко, так сказать, подтягиваются. Хорошо, что приняты основы по культуре, вот, как я говорю, Конституции. Объединить в жюри всех направлений. Так, родные мои, я это проходил, я был председателем жюри один и жды раз, и я скажу, это тяжелое дело, но это, в принципе, неплохое дело. Мне понравилось, это, да, кто-то сказал, Басилашвили, да, и тогда был Басик. И мы обсуждали оперный спектакль, ну, можете себе представить? И было неплохо. Я, вопрос, я говорю, что, ты видишь, я поставил, исключать, дальше, а? Их было в два раза меньше в те годы. По поводу новаций, по поводу новаций, никто не исключает новацию. Родные мои, о, да, пошли. Оля, Оля, беги, 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 Оля, я шучу, Оля, беги. По поводу новаций, мы еще раз говорим. Секретариат утверждает вместе с Министерством, сегодня, в этом году, 17-18, будет 9 премий, которые может давать жюри. Вот тебе новация, вот тебе любая другая премия, ну, специальные премии, так назовем. Теперь, арт-директор, мы говорили, номинации сокращений, ну, не знаю, это давайте обсуждать, это поговорим. Теперь у меня вопрос. Очень толковые все высказывания, спасибо вам, Баля Шущая, действительно, говорю. Я очень рад, что мы хорошо поработали. У меня вопрос. Или мы собираемся еще раз с рабочей группой и, более-менее, притираем все. Или вы даете на откуп, вот мы собрались, мы знаем, что маска есть, маска существует, все. Мы хотим улучшить работу. Или вы доверяете нам, и мы уже, потому что, вот, вместе с Министерством, вместе с Союзом отработаем какие-то притирки и так далее. Но пойдут, опять начнутся и опять... Ну, вы знаете, что этот документ, этот же документ, который мы можем показать, естественно, вы будете в курсе дела, этот документ все равно принимается секретариатом. Да? Уж вы-то, Владимир Владимирович, мой учитель, вы-то уж знаете. Все, спасибо большое. Александр Владимирович, вам лично, спасибо, родные, любимые. Спасибо вам, спасибо вам, вам, до свидания. А может быть, Геннадий Александрович, хорошая идея у Валера сейчас. Члены, только это надо запомнить, члены рабочей группы, когда будет утверждаться положение от работы, должны быть приглашены все, кто могут прийти на секретариат. Тем более, часть секретарей уже есть.